И настало время наблюдать за следующим представителем Европы. Найман встретится с Хамстером, игроком из Китая. В бан отправился у нас охотник для казахстанского игрока. Найман своему оппоненту забанил воина. Вот он сразу же жрец фирменный от Хамстера. Причем жрец влипает сейчас на вара от Наймана. Давай, наверное, прогнозы, как всегда, в группе ВКонтакте, поэтому заходите. Да, не забывайте голосовать, друзья. Оставляйте свои голоса. И вот это противостояние необычайно интересное. Пожалуй, переключусь от матча Тайса на эту встречу. Об первой встрече мы еще успеем поговорить. Здесь же все очень и очень неоднозначно. Голоса разделились. Здесь большинство у нас комментаторов поставило все-таки на Хамстера, но и были ребята, которые делают ставку на Наймана. Почему здесь такая неоднозначная ситуация? У Хамстера очень и очень сильный лайнап против Наймана, о чем сам Найман и говорил. Посмотрите сами. От Хамстера, Энзот Жрец, Мурлока Паладин, Медрейн Шаман, Токен Друид и Ктун Вар. От Наймана идет Агро Секрет Охотник, Темпу Мак, Медрейн Шаман, Мали Йог Друид и Контроль Вар. Он как раз Контроль Вар, это слабое звено в деклисте Наймана. И по идее, если Найман каким-то образом заберет игру на Войне, то тогда все будет хорошо. Но сделать это будет тяжело. Здесь сразу же раскопка. Смотритель музея приносит Владыку Смертокрыла для Хамстера. Неплохо. Интересный жрец, который удивил многих. В принципе, лайнап Хамстера, пожалуй, самый такой изысканный на этом турнире. Причем, вот мы гадали, чем этот парень играл на китайском Лос-Коле. Именно победителем последнего шанса является этот парень. И поделился со мной, с Михаилом Лебедь, информацией. Борода, Борода нарыл, нарыл все-таки инфу о том, что Хамстер любитель жреца. Да, и он и на Лос-Коле играл, и таким вот интересным лайнапом Энзот Сумурлок Паладин и Энзот Жрец. И на других турнирах Голда Сирии также катает он на вот таких вот необычных лайнапах. То есть это не просто было сделано для того, чтобы удивить своих оппонентов непосредственно на Близконе. То есть действительно Хамстер верит в силу данных колод. Ну и именно поэтому некоторые из наших аналитиков сделали ставку на Хамстера. Не потому что мы там поддерживаем, например, представителя Китая. Не потому что мы там за него невероятно топим, болеем. Я, например, шла от обратного. Вот плевать на поинты, плевать на все. Даже если проиграю, главное, чтобы Найман вышел. А поставила это на Хамстера, Падим? Да, поставила на Хамстера, исходя. А я вот верю в Оле, и я поставил на победу. А если вспомнить другую группу, где я ставила на хиппи, а все остальные ставили против хиппи. Я тоже ставил на хиппи. А, то есть мы с тобой двое ставили. Ну, не будем сдавать наших коллег, но тем не менее... Уже сдали. Ну, мы не хотели, честно. Но на самом деле я здесь иду от обратного. Я искренне надеюсь, что у нас у Наймана все получится. Потому что, ну, честно говоря, по мне очень больно ударил уход Тайса из турнира. Я прям ушла плакать здесь. Ну, будем откровенны. Это было очень обидно. Кто бы не покинул турнир, было бы обидно. Потому что Хэнс Сангай, ну, наверняка у Тайса фан-база больше. Потому что, ну, банально, он ближе и известнее в наших краях. Но Хэнс Сангай тоже очень силен. И он, ну, хороший игрок, откровенно. И, ну, по силе, и по... Я думаю, что после интервью с этим парнем тоже, ну, позитивные впечатления остались у большинства наших зрителей. То есть он достойный, достойный представитель своего региона и один из сильнейших на этом турнире. Ну, вообще, я бы хотела попросить ребят, тех, которые, в принципе, пользуются всевозможными социальными сетями, в основном, твиттером. Если вы болели за Тайса, и вы сейчас очень расстроены, что он вылетел из турнира, напишите ему что-нибудь приятное. Например, где мои паки? Нет, ну, просто что-то приятное. Потому что вы проиграли один, два, может быть, три, четыре пака. Формально это несколько раз там сыграть арену. Формально это пару раз купить эти паки. Я понимаю, что, ну, не у всех есть возможность, но, тем не менее. А для него упущенная возможность, которой он шел больше двух лет. Давайте переключаться на это противостояние. Здесь у нас представитель Китая Хамстер против представителя Казахстана. Назвец против воина, из меньшего тень, бьет в лицо. Уже была разыграна морель чистосердечная, усилена способность воина. Что по колоде у нас приста от Хамстера? Потому что приста тоже такой далеко не самый стандартный. Два смотрителя мусея, два лестника рока. Думаешь, что сейчас овердровнет своего оппонента, Найман. Думаешь, будет овердровать приста? Ну, почему нет? Конечно, нужно убивать тень. Десять карт в руке, а тут дек сгорит. Ну, и что сейчас сгорит? Если сгорит слово тьмы смерть, будет очень даже неплохо. Нет, уже вышло. Одно вышло. Горит слово силы щит. На самом деле карта, которая бесполезная. И что тут наворовал у нас Хамстер? Портал Стальгорн и мощный удар. Возвращаясь к присту у нас от Хамстера, здесь Сауе, два раскопанных взлала, две Холлиновы, Слейта, Керн, Морель, Сильвана и Анзот. То есть противостояние обещает быть очень таким продолжительным и затяжным. По колоде Вара от Наймана. Здесь у нас, по-моему, такая же колода, как и от Доктора Хиппи. Ну, у них лайнапы, в принципе, идентичные, за исключением редакции. Нет, там вообще идентичные. Там отличается только одна колода Темпа Мага, то есть разные редакции. А все остальные деки карта в карту одинаковые. Ну, тиммейты тренировались, обсуждали лайнапы. Ну, мы на эту тему уже говорили, что, ну, где-то это, ну, вызывает, скажем так, вопросы. То есть теряется какая-то уникальность игрока. С другой стороны, ну, тимплей. То есть ребята считают, что это лайнапы сильные. Почему бы и нет. Так, Жрец Сабжора погибает. Удар Секиры и оглушить. Там капается у нас Нейман. Неужели Нейман собирается уходить в лейт-гейм и пытается отыгрывать на количество армора, выходить на фатик и побеждать с помощью золотой обезьяны? Посмотрим. И Элизы Звездочет. Не исключено. Здесь Владыка просто выходит. Смертокрыл. Выпускает, по-моему, на стол всех драконов. С колоды. Если я не ошибаюсь, как работает эта карта. Не из колоды, а из руки. Ну, в руке, да и в принципе в колоде у Хамстера драконов нет. Поэтому это просто тушка 12-12. Которую стоит убивать, потому что прощай армор. Ну и вернется. Это невероятно сильное существо после розыгрыша Энзота. Напомним, что Хамстер играет через этого древнего бога. Но он, собственно, в руке находится прямо сейчас. Но оставлять на столе Нейман просто не мог. Не, ну конечно. Принимать по 12 урона каждый ход такая себе затея. Ну а Хамстер просто скидывает заклинание. Да, все пока очень медленно. Нейман не может вообще ничего поставить, иначе прощается сразу погребением с этим существом. Или отдает его в слово тьмы смерть. Отдает возмездие, как бесполезное заклинание в данном противостоянии. И 40 единиц здоровья у Неймана. У Преста пока 34, но еще не предел. Там есть бог с щитом. Так что, может быть, и поболее. Сюда бы еще в эту колоду глотательный сучар. Вот показывал подобное решение у нас с Фроузен. Да, и где Фроузен у нас? Не, ну вообще, если смотреть на дек-листы, то этот жрец намного мне больше нравится. Я об этом уже говорил, что колода Фроузена была очень странной, скажем так. Она против КВ должна играть супер. Ну, даже тогда Фроузен проиграл, но это совсем другая история. Здесь, ну вот, решение Хамстера сделать такую редакцию, оно реально очень сильно выглядит. Эта колода хорошо и против агрессии справляется, и, ну, в принципе, играет неплохо на этом турнире. Ну, должна, по крайней мере, играть. И тот же Лебедь говорил о том, что попробует обязательно эту колоду на стримах. Да и, в принципе, в Ладере, в Легенде, она идет достаточно неплохо. Наших зрителей хотела бы пригласить в группу ВКонтакте Старландера, чтобы вы проголосовали на данное противостояние. В прошлой паре, к сожалению, зрители и два из четырех комментаторов проиграли свою ставочку, потому что мы ставили 3-4 на Тайса. Ну, два комментатора преуспели. Проиграл Игорь, проиграла я, выиграл у нас Творына и выиграл Лебедь. Ребята получают по два поинта. Итог, Творына вырывается вперед. Вот. Ну, и Лебедь также оставляет двух лузеров позади их. Но еще не вечер. Ну, и зрители. Зрители, которые также пошли на поводу у комментаторов, может быть, где-то. И также вы не получаете поинты. Ну, и что интересно, Найман на Вестника Рока отдавал Кровь и Гной просто, чтобы потратить карту. Не монетку, а именно Кровь и Гной. Собирается с помощью монетки проворачивать какую-то комбинацию. Потому что считает, что да, монета может пригодиться в какой-то мере. Будет с помощью несчастья Шута разбирать здесь Найман стол. Или нет? Просто меняют пушку. Интересно. В дальнейшем, в дальнейшем, несчастьем Шута собирается разбирать. А здесь Алхимик, который может подхилить Сильвану. Ну, тогда ты подставляешься уже под потасовку. Хилится таки Сильваном и отправляется 9 единиц урона в лицо, снимается армор. Нужно тасовать. Или же нет? Или еще попытается потерпеть Найман, учитывая, что ты отдаешь потасовку, активируешь этим ходом два существа с предсмертным хрипом, потом выходит Энзот и ты без АОЕ. Да, пожалуй, это не самое лучшее. В том-то и дело, что потасовку хочется сохранить. То есть будем разбирать. Будем разбирать ударом несчастья Шута, слэмом, не добирая карт. Именно в такой последовательности отыгрывает Найман, собирается выходить на фатеги. Ну, это контрольное противостояние, вполне вероятно. Плюс Найман нам собирается показать какую-то интересную стратегию. Он в своей группе писал, что я знаю, что мой лайнап слабее лайнапа оппонента, причем гораздо слабее. Скажем, не посчастливало Найману попасть на другого оппонента. И он сказал, что я работаю над тем, чтобы выработать определенную стратегию для того, чтобы победить. То есть он приготовил заготовочки и надеюсь, что он нам покажет максимум. Ну, посмотрим. Интересно. Интересно, что же Алжас придумал. Ну, ему-то опыта не занимать. Думаю, что что-то он нам интересненькое покажет. Десятый кристалл маны. Огромное количество вариантов, но все как-то не складывается. Я уже не помню, когда мы на турнире с тобой видели противостояние приста против вара. Ну, вот на Лос-Коле американском, и там на удивление все-таки Ктун-Воин от Сайлент-Шторма выбил жреца фроузеном. Ну, вот именно контроль вар против приста. Я не помню. Прист уже так давно не появлялся на турнирах, что... Ну, прист как раз контрит контроль прист, контрит контроль вара. Ну, прист вообще многие контроль колоды. Да и не только контрольные. Но класс-то мертвый. Ну, как бы да, если ты заезжаешь в ладер на присте, быстренько оттуда отъезжаешь, меняешь колоду на что-то другое. На турнире мета все-таки контрольная. Несмотря на то, что мы мало знаем о представителях Китая, Хамстер вызывает определенное уважение. Кстати, вот это вот хорошее решение. Мне оно нравится от Наймана. Он отдает служителя боли под Сильвану вражеский. И сразу же дает карту. Да и несчастье шута еще. И это еще один овердом. И Морель сгорает. Боже ты мой, как катает Наймана еще и минус пира. Не, пира это не важно. Сгори здесь какой-нибудь энзот, если бы его не было в руке. Какая разница? Но все равно надо. Сгори здесь погребение. Хамстеру еще везет. Ну, то есть у него есть трех карт, которые уже сгорели в этой партии. Три карты Найман сжег своему оппоненту. А Морель только, ну, действительно такая вот сильная потеря. Повезло Хамстеру получить в руку ключевого древнего бога и ключевое заклинание. Два слова типа смерти, но, как ты уже говорил, потрачено. Найман хорош, вот этот муф очень круто смотрится. Без сомнения. Остается 18 единиц здоровья у нас для Вара. Ну и у Хамстера полная рука. Служитель более бесполезен. Щиток пока добирает тебе карту, но за счет щитка ты можешь растрейдиться. Как много карт на добор. Причем часть из них вообще не родная. Блок и слэм вообще варовский. Слушай, а здесь-то Найману везет, что Прис не наворовал какого-нибудь. Какую-нибудь Сильвану еще, знаешь? Ну, с одной стороны наворовал плохо Хамстера, с другой стороны карты сгилели ненужные. Ну, тут автопотасовка. В принципе, опять же не страшно. И подожди, и опять что-то сгорит. И опять сгорит. То есть с теней вернутся карты. И опять будет гореть. Боже мой, это так забавно, серьезно. Так, тасуем, выживает Гуля. Боюсь, что всю свою силу и влияние я потратила в прошлом противостоянии, дабы дрессировать Рагнаросса, но было бы неплохо. Серьезно, тут, ну, очень красивая партия получается. Тут реально вот просто на опыте Найман катает пока что. Хамстера, ну... Не, Найман на самом деле хорош. Три карты уже были сожжены, еще сейчас сгорит карта. Найман это как раз тот игрок, которому не занимать опытом. Можно сыграть Сильвана монета потасовка. Вот именно поэтому, возможно, и лежала в руке монета для того, чтобы провернуть комбинацию с Сильваной, монеткой и потасовкой. Поэтому тогда отдавался кровь и гной, а не монета. Кто выживает? Ну, теперь, конечно, не хотелось бы гуля. Нужна своя Сильвана. Ну, это плохо. Прощай. Потому что Сильвана переходит под контроль оппонента. Знаешь, вначале сказала, потом подумала. Вечная проблема девушек. Боже мой, как же плохо для Наймана-то. И здоровья так мало. Ну, окей. Возможно, еще ставка на обезьяну. Возьми ездей, ранится Сильвана, хилится Сильвана. Так мне необходимо было играть вот Сильвану прямо сейчас. Я вот об этом думаю. То есть потасовка там по-любому должна была уходить. То есть, думаю, что не нужно было ставить Сильвану. Ну, тут такой интересный момент. Ну, как говорится, знал бы прикуп. Был бы лучшим контролеваром мира. Ну, и так, Найман в этой партии очень круто отыгрывал. Тут нужно дать должное Оле. Он выжимает не просто максимум. Он находит какие-то, знаешь, мини-решения. Вот сжечь карту. Там даже сыграть на таких вот микромоментах. Так, девять карт на воина. Сколько у Преста? Покажите, покажите. Восемь у Преста. Первый на Фатик выходит Хамст. Да, только посмотри, какая большая разница по здоровью здесь. Есть проблема, если мы разбираемся с Сильваной. Вот только как мы разбираемся с Сильваной. Вот это, ну, блин. Плохая потасовка получилась. У Жреца абсолютно рука пустая. То есть он ничего разыграть-то не может из существ, имеется в виду. И ты ему ничего не даешь. В чем сила вот этого Преста? Он либо с украденных мыслей ворует сильные существа и ими же давит. Либо забирает твоих существ. Найман принял очень правильную тактику. Может быть, кстати, именно поэтому Сильвана отдавалась, чтобы, во-первых, освободить руку, во-вторых, чтобы потом твою собственную Сильвану не угнали погребением. То есть Прест обычно воюет твоими существами против тебя же. Найман вообще ничего не играл. То есть он даже под погребение ничего не отдавал своему оппоненту. Да, конечно... Серьезно, он подбирает карту. Обжором. Эх, сохрани, Найман, чуть побольше здоровья. Ну, давайте посмотрим. Все еще абсолютно непонятно. Казнь это неплохо, но активатора нету. Вот тебе и кровь, и кнойка, когда-то ранее. Ну, точнее, есть в виде грома, но нужно как-то с руки ранить Сильвану. Портал с Тальгорном для Наймана. Получаем. Древнего мага и тасуем. Древний маг. Нет, 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 не древний маг. Древний маг нормально, если тебе было. Ну, выживать Сильвана. Темная жрица. Ну, то есть хамстер здесь пытается додавить уже просто-напросто. Что, возможно, йога сыграем. Как же тяжело-то, а, смотреть за такими партиями. Вообще, конечно, лайнап у хамстера очень оригинальный. Вот, действительно оригинальный. Энзот-Жрец, Мурлока-Паладин, Мидрейнш-Шаман, Токин-Друид и Ктун-Вар. Получается, что как минимум три колоды, причем это Энзот-Мурлока-Паладин, если я не ошибаюсь, я забыла. А это, между прочим, очень важно. Получается, что три колоды хамстера контрят одну колоду Наймана. И, как верно отметил наш коллега Михаил Лебедь, у нас хамстер взял ту же тактику, которую предперенял Штан-Удачи на Ласт-Коле. Он взял колоды, которые контролили, ну, конкретно контроль Вара. Но он не попал на контроль Вара. Он тогда попал на более агрессивный лайнап, попал на рядью и проиграл. А в случае хамстера он как раз попал на оппонентов, в пуле которого есть Вар. Добирается две карты с помощью блока щитов. Смотрите, в музее от хамстера. Обе потасовки уже вышли, поэтому... Ну, плохие существа. Ну, это, как минимум, провокация. Канал на воскрытие надо было брать. Ну, теперь уже точно йог. Время йога. Причем нужен какой-то невероятный идеальный йог. Ну, сила природы неплохо. Питомец. Питомец отлично. Годится, но это все чистится. Сигаражим. Нет, пока что все круто. Если зачистить со стол оппонента при этом... Нет, йог, живи! Йог возвращается в руку! Еще один йог! Ничего себе! Вход в Колизей! А, вход в Колизей плохо. Ну, вновь насыщается стол регритами. Мортал Страйк! В Сильвану! Рэмпэйдж! Йога! Нет, тоже Сильвану. Шарап лед. Метка природы. Паладина. Фрост нова! Кстати, очень даже неплохо. Не, ну на самом деле йог плюсовый. И что самое важное, у тебя будет вторая попытка. Окей, теперь нужно систематизировать то, что произошло для Наймана. Ему не нужно сейчас торопиться. Знаешь, какой идеальный расход был бы? Если бы Сильвана украла йога и сыграла после этого уже астральное единение. Нет, ну это... Не, ну формально такое может быть. То есть, когда йог переходит под чужое управление, то есть ты кастуешь уже... Ему формально. Да, спой для твоего оппонента. Принимает на себя удар чероплёд, принимает слэм, здесь погребением забирается йог. Так, ну за счёт вот этого стола, за счёт вот этого стола у нас хотя бы трейдится Найман. Живём? Ну пока да, но ты теперь уже первый выходишь на фатиг. И получится ли дожать? Ну там погиб, там погиб Энзот, там погибла Сильвана. По-моему, с лейтатом действительно только Керн остался. Да. Ну йог Сарон, которого украл по гребениям Хамстер. Чей же йог будет более киберспортивный? Неужели и такое сегодня будет? На самом деле матч очень показательный, интересный получается. Станавливаются две дни со здоровьем с помощью малого исцеления Сильване и Урдалак. Ну что, полностью трейдимся? Да, нужно размениваться. А может быть забрать Сильвану, попытаться сохранить стол? Но это слишком слабый стол. Одно единственное заклинание... Ну мы можем добавить сюда, допустим... ... для Хамстера Контрит. ... и Лизу. Полностью сливать. Здесь стол. Кстати, один кристалл. Ой, хорош, хорош. Ой, хорош, как же Оля катает. Сейчас опять... Второго Акалита отдаёт и Урдалак. Великолепное решение. Очень круто, друзья. Найман просто на скиле катает Хамстера. Да, он, возможно, не выиграет эту партию, но какой... Но это будет очень крутая партия. Просто... Ну вот... Просто браво. Согласна на все 100. Выглядит божественно. Одна карта. Да, конечно. Слово тьмы, боль в лицо. Слово тьмы, боль в Урдалака. В начале Хамстер странно прицелился. Или это баг вообще режима наблюдения. И убивает собственного служителя боли. Варовского хорошо служителя боли, чтобы не дать карт. Что предпримет Найман? 10 кристаллов маны перегрузки с прошлого хода уже нет. Портал Стальгорна. Существо 5-4. Зло у нас смешник, неплохо. У нас смешник. Ну, по крайней мере, отрейдится с карты. И заканчиваются карты в колоде Хамстера. Последняя карта это Йог Сарон. Но можно еще погребение отдать сейчас, для того, чтобы замешать колоду насмешника. И тогда у тебя, во-первых, не остается больше погребения. Остается только одно слово тьмы, смерть. Плюс Йога тебе играть не очень приятно. А вдруг он тебя начнет сейчас дровать? А вдруг тебе Йог сейчас даст спринт? Слэм? Вдруг еще сейчас тебя Йог передровать? Ну, такое может быть вполне. И что ж, Йог Сарон от Хамстера. Смотрим, друзья. Давай до Бора побольше. Баттл Рейдж. Земной шок. Нужно было в Кэрли. Командирский крик, хорошо. Пошел Фатик на единичку. Неплохо. Даешь еще. Контр-скол, укус. Проклятия Рафама. Плохо на Неймана. Звериное нистоство. Так же плохо. Нужен перебор колоды. ПВШ. Хорошо. Великолепно. Второй Фатик. Слэм. Армор. Почти убил Йога. Фавершот. Еще до Бор. И на этом все. Так, секрет мага висит на жреце. Это антимагия. Антимагия. Слушайте, ну партия очень прям получается яркая. Еще две единицы урона получает Нейман у нас. Тихонько заканчиваются карты также в колоде Неймана. Нужно сбрасывать проклятия Рафама. Антимагия отменяет у нас данное заклинание. Возмездием ты можешь убрать этих два существа. Возможно сыграть... Слушай, ну знаешь, Элиза-то плохая идея, учитывая, что одно погребение осталось. Оппонент может ровно тоже историю... Как-то нужно... То есть тебе нужно ставить Элизу и убивать Элизу? Не, ну формально-формально можно вообще ничего не играть. И просто сидеть, пока на фатиге... Да, там капишься спокойно. Нейман, дави! Четыре фатига идет уже по... И это победа Неймана великолепна! Просто браво, друзья! Невероятная игра! Лучшая игра за сегодняшний игровой день. Матч просто показательный. Нейман выигрывает очень плохой для себя матч. Воин выбывает из пула игрока из Казахстана. Великолепно! Здесь на самом-то деле Нейман оправдывает свой винрейт на Варе 57%. Но если уйти от статистики... Вот если кто-то может сломать вот эти привычные уже результаты противостояния, там, паладина против Вара, приста против Вара, то это именно Нейман. И я прям буду топить всеми силами. Пускай я сегодня проиграю абсолютно все ставки, но пускай наши ребята выйдут. Вот это самое главное. И теперь шансы резко возрастают. Мы отмечали, что самое слабое звено в лайнапе Неймана это именно контроль воин. В первой же партии Нейман побеждает на этой деке. И будем надеяться, что теперь-то все хорошо должно складываться для Оли. И будем топить за него. Нет, вот на самом деле ты абсолютно верно сказал, что баланс сил кардинально изменился. У нас от Неймана выбывает контроль Вар и получается, что для Неймана остается очень и очень сильный, скажем, лайнап. Охотник, маг, шаман, друид. Что у нас в бане, я уже не припомню. Охотник для Неймана и воин для хамста. Ну, на самом деле, логичные баны. У нас, получается, Нейман забанил к Тунвара, чтобы не воевать еще с одним анти-лайнапом для себя. А хамстер забанил сигнатурку Неймана. Это охотник. Логично. Остается Темпо маг, остается Мидрэндж шаман и остается Мали йог друид для Неймана. Ну и для хамстера это Энзот жрец, Мурлока, Энзот паладин, Мидрэндж шаман и токен друид. Ну и посмотрим. На самом деле, вспоминая первый игровой день хамстера, как-то на жреце он немножко странно отыгрывает. Здесь, ну, вы сами все видели, мог избежать подобного развития событий у нас китайский игрок, не давать, ну, как бы овердровать себя или хотя бы целых четыре карты сжег Нейман. Да, там потом пофартануло с Йоксароном, что он еще там начал давать добор для хамстера. Но, опять же, вот стратегия на игру, выбранная Нейманом, он сумел подловить оппонента, отдать целых двух Акалитов. Ну, просто великолепно. Не, мне очень понравилось. Нейман здесь просто красавчик, классная игра. А вот хамстер, вот на самом деле, я уже не раз говорила, не знаю, я уже не припомню, говорила ли я это, вот когда мы работали как комментаторы. Ну, вот китайцы катают уже по результатам первых дней, я знаю и вижу, что китайцы катают очень круто. Но у них в основном, я не могу говорить о всех, но у многих стабильные, отработанные, хорошие решения. Но порой, порой наши ребята за счет тактики, стратегии, продуманности где-то могут переломить. И вот он, Алжас Баттербеков, интервью с Нейманом. Какая-то жизнь изменилась, когда ты квалифицировал в World Championship? Какая-то, что изменилась, я взрослый. Так, да, наконец-то у меня есть женщина. Она будет заниматься в доме? Да, она будет. Вы были нервисы в неделю, в последние годы, в последние годы в World Championship и в твоей подготовке? В последние недели, когда мы были вставить ДЕКС, я знал, что есть ожидания, которые появляются для меня. Мои фанаты и люди, которые поддерживают меня, они ждут меня, чтобы делать хорошо. И потому, что это было очень стрессово, было очень нервис. Я был вставлен с моей женой и с моей семьей, и они были те, кто вызвали стрессы для меня. И вообще, как говорится о моей жизни, я и моей семье, они значат мне очень. Они были те, кто поддерживают меня за всю жизнь. Они были те, кто помогает мне. И я очень благодарю их, и очень любил их. Так что сейчас я уже могу сказать, что я была виновата, потому что я был виноват, и с моей женой. Она была виновата, и я думаю, что победить в жизни, это более важнее, чем победить в Близзконе. Но, конечно, я хочу победить в Близзконе, потому что я хочу показать себе, что я лучший в игре. И победить в Близзконе, это сделает тебя лучший. Хорошее такое, глубокое интервью дал Найман. Очередное трогательное интервью от Наймана. Все знают непростую историю этого игрока. А кто не знает, мы можем еще раз рассказать. В какой раз уже? Ну, я уверена, что среди наших зрителей, а их, к слову, сейчас, я уверена, с нами немало. 25. Ребята, поднажмем, нужен рекорд в 30 тысяч. А вчера сколько смотрела, Максим? 29 вроде бы. То есть 29 это пока что рекорд. Да, 29 это рекорд. Позавчера, вчера 29, но... Поднажмем, сегодня нужно добить еще один рекорд. Я уверена, что среди 24 тысяч наших зрителей найдется человек, который не знает историю Наймана. Если в двух словах не вдаваться в подробности, то он прошел огромный путь. Было на его пути все. Был и бан его аккаунта от Близзард. Но после этого бана он практически ушел с игры, но его поддержала его семья, его поддержала его девушка. Он вернулся и показал Максимум. Поехал на первый свой серьезнейший чемпионат, выиграл, попал на Близзкон. В общем... Это была его мечта. Это было очень круто. Он изначально говорил о том, что я попаду на Близзкон. И мечта Наймана осуществляется. Но теперь нужно ставить, скажем так, новые планки. Достигать новых высот. И теперь уже нужно бороться за выход в плей-офф. Ну а за тем, чем черт не шутит, за чемпионский титул. Ну что интересно, ранее, вот до периода с баном, он очень много увлекался там реал-лайфом. Я знаю, что он играл в бильярд много. И, конечно же, в Хардстоун. То есть он увлекался как раз таки вот этим всем. Я так понимаю, вот тогда, после бана, у него, собственно, видимо, и появилась девушка. И тогда он уже не так сильно был настроен на игру. И она его, собственно, поддержала. Ну да, вот в этом-то и, скажем так, драматизм история. То есть Найман, в принципе, уже закончил свою карьеру. Но нынешняя жена Алжаса поддержала его в трудную минуту. Благодаря ей он собрался силами. Начал все с нуля, с чистого листа. И теперь Найман наблесконе. Очень приятное ощущение, когда человек, который, в принципе, уже не так тянется к игре. И тут такой необычайный, неожиданный поворот, что, ну, ему удается, у него получается так круто, ну, в целом себя показать. И он уже, кстати, сейчас называет джекпотом не свой выход на Близкон, а то, что, ну, собственно, он нашел себе такую вторую половинку. Ну, а тем временем, темпомаг против жреца. Вестник Рокаут Хамстера немножко не радует, скажем так, игрока из Казахстана. Можно разобраться прямо сейчас с Вестником, но ты отдашь огненный шар. И поэтому Найман выбирает просто сходить в лицо и отдать ученицу-чародея. Что касается колоды Наймана, играет он две болтливые книги, то есть будет у него возможность достать какие-то неожиданные для своего оппонента карты. Также он использует более быструю колоду, играет через один факел, через одного собирателя. То есть формально у него будет еще возможность получить улучшенный факел, это еще плюс шесть единиц урона. Самое тяжелое существо — это лазунный дракон, один фолиант и один флимстрайк. Из монетки разыгрывается, изменчивая тень. Но пока для жреца все складывается весьма неплохо. Вторая ученица-чародея и колдунья-сектантка, две двойки. Вот темпа-мага. Ну и пытается у нас, видимо, Найман втянуть оппонента в размены, изменчивая тенью, но здесь есть щиток. Тень не погибнет. Повыша играет очень здорово, тень разбивает ученицу-чародея. Можно отдать слово тему боль, тем более у тебя зашла вторая копия этого заканания, почему бы и нет. Причем отдавать стоп-декам. Естественно. Смотри, смотри, у меня второго нет. Прописные истины Ордстоуна. Ну и вот и фолиант. Это заклинание, о котором мы говорили. Играет за фолиант и приносит. Фолиант. Это неплохо. Два остальных существа, заклинания, простите, бесполезные, но... Ну, ты знаешь, на самом деле заморозка тоже может пригодиться в определенный момент. Это не суперсполы, но и совсем плохими их не назовешь. То, что пришел еще один фолиант, я это называю фолиант-трешка. Когда ты с фолианта получаешь еще один фолиант и получается круговорот фолиантом. Когда изначально ты играешь болтливую книгу... С болтливой книги фолиант. И дальше пошли фолианты крутиться. Ну, посмотрим, может быть, у Наймана получится достать много фолиантов. Ну, первые уже есть. Что у нас играет Найман? У него целых шесть кристаллов маны в доступе. Будет разыгрываться еще одна копия. Фолианта. На этот раз приходит второе. Колесо льда. Копье. Луниное копье и зеркальное копье. И вот здесь уже похуже. Заквинания. Фолианты закончились, увы. Здесь бы какое-нибудь дыхание дракона, которое можно прокинуть в лицо. Какой-нибудь урон. Пиробласт. Я понимаю, что это далеко от идеала. Но у твоего оппонента не так много хила. Чем он может похилиться? Обилкой, улучшенной обилкой от Мориль. Жрец обжора. И жрец обжора. На что может рассчитывать здесь прист? Простите. Мак. Передавить в лейте не получится. Это энзот прист. Любой твой лейт гейм забирается. Я вижу один из вин кондишенов. Это просто закидать уроном. Но опять же, этого урона недостаточно. Был бы, допустим, еще какой-то лейт, какой-никакой в колоде Наймана. Было бы попроще. Или, допустим, если была бы комбинация карт Император Таури Сан, а плюс Архимак Антонидос, тогда тоже, в принципе, были бы какие-то шансы. Но у Наймана такая быстрая версия темпа мага. Лейта здесь нет. Но не удалось ему развить преимущество на раннем этапе игры. У оппонента была очень хорошая антиагра рука. Еще один вин кондишен для мага. Здесь попытаться выставиться с более сильных своих существ, которые обыгрывают Холли Нову и раскопанное зло. Потому что формально у хамстера зачистка есть только через прокрутку пироманта, через Холли Нову и раскопанное зло. Здесь нет аукинаек с цохом. Поэтому формально, если будут существа, у которых есть 4 единицы здоровья, их уже проблематично зачистить. Но опять же, это знаешь, поскольку-постольку. Тем временем была разыграна болтливая книга, которая принесла отраженную сущность и вешает секрет в Найман. Ну и что сейчас в копию уйдет? Ну, прочитает этот секрет. Думаю, хамстер, яростный пироман появляется на столе. Теперь уже два пироманта. Ну и как будем размениваться? Забирает изменчивая тень у нас одного из пиромантов. Кстати, эту изменчивую тень ты можешь похилить алхимиком. Или с руки сыграем пассивно? Не будет выставляться пока без надобности. У нас китайский игрок играет просто через малое исцеление. Не желал, видимо, подставляться под флеймстрайк здесь. Возможно. Хамстер. Ну и вот он, факел. Забытый факел поможет как-то. Может быть, пришло время фризить? Забирать стол. Ну, возможно и так. А что здесь делать в другом случае? Пироманта, выставляешь поджигателя, прощаешься под темную жрицу с поджигателем. Ну вот по существам здесь всего два существа. Ну вот что делать? Лазурный дракон к лазурному играет заморозку. Это также слабо, учитывая, что на столе еще, возможно, остается пира. Фолиант вроде бы получился неплохой, но в целом картина вообще не смотрится. Блогие раздумья от Наймана, нужно уже принимать какое-то решение, играет он через забытый факел фейс. Ну просто попытается прожать в лицо. Конус хода и книга заберет пироманта. Хороший. Хороший. Пироманта забирает, нельзя его оставлять. Здесь алхимик, который хилит лицо. А, вот оно что. Хамстер решил оставить алхимика для того, чтобы максимально захилить себя и не сильно подставляться под урон от темпы мага. Но этот темпы маг, к сожалению, не может выдать свой максимум. Нет у него таких возможностей. Это только даже три фаербола. Формально два фаербола, один факел. Улучшенный на шесть. Этого не хватит. Ну как-то еще, не знаю, с поджигателей, но постоянно уже будет присутствие на столе от жреца. Если ты будешь отдавать урон для того, чтобы как-то зачищать вражеских существ, тебе банально не хватит. Потом ресурсов для убийства оппонента. Поэтому ситуация такая тут. Ну, явно непростая. И, скорее всего, жрец тут должен побеждать. Но Найман еще попытается. Найман, безусловно, будет отыгрывать до конца. Нельзя сдаваться. Нужно попробовать реализовать. Это одна из важнейших партий, возможно, в твоей жизни. И тут, конечно, сдаваться раньше времени не стоит. Пошли, пошли у нас выстрелы поджигателя. Итак, поджигатель на столе, кольцо льда, шарадейские стрелы. Забираем алхимика темнолесья. И ход переходит к хамстеру. Здесь нет темной жрицы для хамстера, но есть слово тьмы боль. Есть слово тьмы боль. Или же хилиться рано хамстеру. 26 единиц здоровья. Против тебя не фризмак. Ну, никак он тебя не золотый кашет. Что ты можешь опасаться, чтобы прямо сейчас уже хилиться? Или сыграть наверняка и закрепиться на столе, он думает, хамстер. Затяжная получается игра, очень вязкая. Друзья, готовьтесь к тому, что сегодня быстрых матчей не будет у нас вообще. Готовьтесь к тому, что все ВР-7 будут полноценными и очень-очень долгими. Дида Йоня. На Павла тоже-то много работяг паки залили. Да, на Павла я также знаю, что очень много делали ставку. Как и на Наймана, как и на Тайса. Ну, на самом деле, ставки это не главное. Я понимаю, что паков хочется очень. Но паки это все-таки приятный бонус. И хотелось бы, чтобы выигрывали свои. Ну, или те, на кого вы поставили. Галочку поставьте сами, чтобы выиграть. Посмотрим, посмотрим, друзья. Так или иначе, сегодня уже права на ошибку нет. Если ты проигрываешь в серии Best of 7, ты покидаешь турнир. Поэтому, возможно, и будут тратить по максимуму временные ресурсы у нас игроки. Обдумывать по несколько раз возможные решения. Ну, скорее всего, так и будет. Так, что там по колодам Наймана? Темп Маг, на котором он сейчас катает. Мидрэндж Шаман. Мали Йог Друид. Да, с этим прессом, конечно, тяжеловато будет, мягко говоря. А это еще Хамстер не переходил к Мурлока и Энзот Палу. Опять же, Мурлока и Энзот Пала вполне себе может перевернуть тампу Маг. Это, конечно, субъективно. Но мне кажется, что вполне есть себе шансы. С очень хорошим ранним опенингом, у тебя, в принципе, неплохие шансы на это. Если у Пала будет заход, ну, хотя бы средний. Морозится вновь стол. Погребение дается для того, чтобы получить к себе в колоду Варнса. Чародейские стрелы. Жрец Абжора уже вылечил до максимума своего героя. И заморозки заканчиваются у Неймана. Заморозок больше нет, только одно копье. И самое печальное, что фризить ты уже не можешь, чистить существа с предсмертным хрипом ты так же не можешь. Потому что они потом с Энзотой вернутся, и на этом твоя игра закончится. Эх, я уже, знаешь, по ходу этой партии вспоминаю, за что терпеть не могли приста. Вот как раз за то, что он играет против тебя, твоими же картами. Вот так вот сидит, отсиживается, ты вроде переходишь в контрнаступление, у него куча зачисток. Воришка. Да, да, воришка еще тот. Пытались с Роги сделать воришку, но что-то как-то не пошло. Ну, подожди, новое обновление, возможно, принесет нам еще больше карт для такого концепта разбойника. В принципе, такая мидрога нормально играла. Меня насторожили изменения с Мурлоками. Что сейчас решили сделать некий фикс с Мурлоками. Ну, это тоже знак. Что теперь пробафы даются вражеским Мурлокам, они не даются от твоих. Я надеюсь, я бы хотела мету Мурлоков на турнире. Хотя бы вот, ну, не год, не полгода, но хотя бы месяцок я бы за Мурлок колодами посмотрела. Но за какими-то интересными Мурлоками. Ну, подожди, мы увидим. Все новости касательно обновления будут высказаны непосредственно на Близконе, друзья. Осталось ждать недолго. 4 числа намечен анонс нового дополнения в Хардстоун. И уже очень скоро мы узнаем все подробности. Ну, а мы постараемся своевременно вас оповещать в своих социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на Хэ Старладдер ВКонтакте, на YouTube-канал, на котором постоянно появляются записи, и на наши социальные сети. Включительно ВКонтакт, потому что абсолютно там все-все-все новости. Розыгрыши, конкурсы и тому подобное. 16-й день здоровья остается для Наймана. На руках у него 2 фаербола и ледяная стрела. Нет заморозок. Все плохо. Тактика взять измором неплохая. Но что-то мне подсказывает, что против представителей Китая ты не работаешь. Смотри, копится урон. Но вот проблема в том, что... Ну, хватит ли тебе физически вообще этого урона? Зажженный факел дается в лицо. Не хватит. Кольцо Света. Здесь просто размины, подхил. Или не будешь хилить своих существ, чтобы разбить их со временем. Окей, по уронам. 2 фаербола, 12 фростболт, 15, если без силы магии. Еще один фростболт. Ну, никак этого не хватает. Действительно, если бы с фолианда пришел перобласт, или хотя бы зажженный факел 1-2, которые давали бы тебе возможность нанести 3 урона, а в дальнейшем еще получить шестерку, то, может быть, еще потенциально здесь можно было бы поиграться. Фризов нет, чтобы уходить на фатиг. И фатига еще, ого-го. Что, прям рука так и тянется к инзоту. А почему нет, возвращаем одну изменчивую тень, еще дополнительно 5-7 существо будет напрягать мага. Ну и да, вот уже нейман почти погиб. Ну, допустим, одну изменчивую тень ты убираешь. И вроде бы живешь. Ну, 13 урона, если одну тень убираем. Плюс холи нова не дает летала. Да все хорошо, но вот как убивать мы еще планируем, не особо понятно. В руках у нас 15 урона. Я вот тут думаю, что... Нейман уже понимает, что нет аутов, и это 1-1. Ну, как минимум попытался тут что-то придумать темпомаг, но не получилось. Прист приносит первую победу для хамстера в этой серии. И выбывает с лайнапа, что не может не радовать, потому что энзот-жреца мы больше не увидим. Хамстер выигрывает на этой колоде. Далее у него в пуле остается Мурлок, энзот-паладин, мидрайн-шаман и токен-друид от хамстера. Напомним, что в первой партии Нейман обыграл на своем контроль воине жреца. Партия, ну, точно за сегодняшний день самая яркая. Да и в целом на этом турнире это точно одна из лучших партий. Если не самая, скажем так, показательная. Да, здесь очень неплохо все тонкости обыграл Нейман. Использовал слабости, возможно, где-то своей колоды против своего же оппонента. Он выработал правильную тактику и смог ее воплотить. Получилось несколько раз подловить оппонента на овердроуф. Я думаю, что есть смысл пересмотреть эту игру, посоветовать нашим зрителям обратить внимание именно на эту партию. Но посмотрим, что же будет и далее. Пока что счет 1-1, равное противостояние. Но подчеркну, что победа воина это очень важно для Неймана, потому что эта колода была самым слабым звеном против лайнапа хамстера. Если кто не знает, как, например, у нас Нейман попал на Hearthstone World Championship, он является зимним чемпионом, зимним участником, как раз таки, вернее, участником зимнего мейджора. И, собственно, там он одержал победу. На финале обыграл Доктора Хиппи. Хиппи занял второе место, вернулся и уже там выиграл. Ну, неплохо. Тиммейты? Что с них взять? Да, на тот момент еще ни Хиппи, ни Нейман не были участниками команды Virtus.pro. Но, в принципе, ВП открыли свой состав после как раз зимнего европейского чемпионата. Понимаешь, что ребята поедут на мейджор. Да, и также они забрали к себе Банни Хоппера, также участника того чемпионата. Он вошел в топ-4. И, ну, в целом, неплохие результаты показал на протяжении года. Принимал участие в турнире последнего шанса, но, к сожалению, не хватило немножко. Если бы еще и Банни Хоппер прошел он турнир, то три участника Virtus.pro, это было бы просто феерично. Ну, мы еще периодически забываем, у них еще в команде Virtus.pro есть такой участник, как Кэри. Многие о нем не знают, многие о нем не помнят. Ну, друг из России, да. Ну, интервью с Харстером. Продолжение следует... Продолжение следует... What about the other Chinese players? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хардстоун сближает. Ну, вот на самом деле я с ним хотела бы согласиться, что языковой барьер очень часто мешает лучше познакомиться с людьми, пообщаться. Да, многие бы сказали, что, например, у наших ребят есть большие проблемы, у того же Павла иногда, у того же Хеппи. Нет, про Наймана здесь не идёт речь, потому что Найман отлично владеет языком, хорошо даёт интервью. Вот большая проблема в основном как раз представителей Китая и Кореи, то есть редкие ребята из них дают интервью на английском. Я сейчас понимаю, что это безумно полезный навык, даже не для того, чтобы коммуницировать с людьми, а для того, чтобы твои интервью были максимально живыми, интересными, и ты мог сам передать весь спектр эмоций. Поэтому, ну, есть проблема. Поэтому такие молчаливые интервью иногда у доктора Хиппи. Потому что... Да ладно, это фишка Артёма просто. Он очень стесняется, он на самом деле очень стесняется говорить на английском языке, но здесь его вынудили, потому что переводчицы нет. Поэтому приходится шевелиться у нас Артёму. Но и здесь уже третья партия начинается. Паладин против мага. Энзот, Мурлок, Паладин. Причём редакция Хамстера очень удивляет. Жадная колода. Я бы так сказал, здесь нет добора ниже восьми кристаллов маны. Две копии возложения рук играет в этой сборке у нас китайский. Игрок, при этом нет ни священного бдения, что очень сильно удивительно. Ни какого-то раннего добора, типа собирателей сокровищ или служителей боли. Ну вот, интересное решение. В этой колоде очень высокий шанс, что ты проиграешь раннюю игру. Причём проиграешь её в месище. Потому что добора нет. Шанс как раз для мага задавить очень быстро. Очень большой лейт. Я как раз это противостояние до этого немножко и обсуждала. Если Найману удастся сейчас хорошо развить преимущество, то тяжело, безумно тяжело будет Хамстеру и Вестник Рока. Вестник Рока великолепно заходит. Что сказать. Думает, Найман подставляет ли Талнаса для перебора колоды? Ну вот вопрос. Рука у него не особо сейчас хорошая. Но отдаёшь Талнаса, теряешь, возможно, несколько единиц урона потом в лицо под фаерболами. Варианта два. Либо выставлять Талнаса, либо просто пинговать в лицо. Но шанс со стрелами... Да нет. Не, ну формально-формально можно сыграть Талнаса, монету, и чердейские стрелы. Если все четыре стрелы залетят в Вестника Рока, то ты Моназмем добиваешься. Но это абсолютно глупый ход, потому что нет в этом абсолютно никакого рационального зерна. Да, в этом действительно нет смысла. Очень маленький шанс. Плюс ты отдаёшь очень много всего. Всё правильно делает Найман. И вот так же я отметила в интервью Хамстера. Он сказал, что других три участника, которые представляют Китай, у нас известные, сильные профессионалы. Это действительно так. И он чувствует себя, я так понимаю, слегка, ну вот немного скромнее на фоне каких-то сбил своего региона. Он явно не самый известный участник Китайского региона. Всё-таки Джейсон Джоу и Омега-Зиро и Брис, они намного более известны. Джейсон Джоу первый в Китае. Брис также запомнился на различных турнирах. Голд-эн-сирия в основном. Омега-Зиро, как стало нам известно, является местным дэкбилдером очень известным. В общем, местная звезда в ладере. Да, поэтому Хамстер действительно, наверное, самый такой скромный из четвёрки китайских киберспортсменов. Но тем не менее, скромный не значит лоускильный. Безусловно. При этом его скромность не отобразилась на его лайнапе. Это интересно. Мы прослеживаем данную тенденцию. В Китае не все идут и не все играют по шаблону. Не все берут трендовые метовые колоды, как сделали это многие наши европейцы. Каждый представитель Китая отталкивался от себя. Хамстер вообще привёз жреца и паладина. Юлсик привёз у нас вообще Камаэль Охотника, привёз интересного там Дискардзо Лока, не самого обычного Темпо Мага. Брэд привёз у нас, что там у него интересное такое, Фризмаг. Да, единственный Фризмаг на этом турнире. Каждый из них отталкивался от себя. То есть они добавляли одну-две необычные колоды. Да, кстати, а вот Джейсон Джоу в принципе ничего необычного не привёз. Я говорю в целом о выстроенном лайнапе. То есть нет такого, что они все взяли свои колоды под копирку. То есть да, может быть у него лайнап максимально приближённый к европейскому, к американскому. Но даже в этом лайнапе есть одна-две карты, которые их отличают. То есть представители Китая и вообще азиатского Хардстоуна в основном отталкивались от себя больше, нежели отметы. Поэтому мы видим драконоваров, поэтому мы видим паладина, поэтому мы видим преста. И это круто, потому что это разнообразие. И это, собственно, отличает европейский регион, американский регион от китайского и азиатско-тихоокеанского. Азиатско-тихоокеанского. Это так. Тем временем Барнс, просто, на столе. Монозмей. Маленького такого монозмея. Монозмеюшку. Как здесь Найману развивать преимущество? Отдавать меслы и потом дочищать? В идеале должен погибать весь стол и не отдавать талнос. В принципе, можно. Нет, ну, талнос отдать можно даже. Я имею в виду, что если стрелы полностью защищают стол. Стрелы залетят по существам. Это, конечно, идеальный исход. Но даже если хотя бы 3 из 4 попадут в нужные цели, уже будет неплохо. И да, все отлично. Ну, почти. Почти здесь удалось Найману обойтись минимальными. Не, идеально. Просто если бы 2 стрелы... Не, это было бы совсем плохо. Полетело в стол, тогда неплохо. Но в целом это получилось очень даже. Очень даже. И Найман передает ход. Вот там шестой кристалл маны. И это будет у нас Керн или Сильвана. Сильвана трейдится. Керн остается. Я бы, пожалуй, на Керна сделала ставку. Самое печальное, что Найману здесь тоже... Также не вариант собирать УТК комбинацию. У нее не хватит урона, чтобы убить Мурлы, Конзот, Паладина. Два возложения рук ему просто не дадут это сделать. Одно запрет на исцеление. Также не оставляет шанса в этом случае. Пытаться ловить стол и играть на отсутствие равенства. Уже шестой ход. Не получилось как-то словить супер агрессивный старт для темпа мага. Чем дальше, тем шансов будут все меньше и меньше. Поскольку там уже и Хилл подъедет вскоре. Для китайского игрока нужно форсировать события. Поджигатель, монета, ученица-чародея, интеллект. Добираем две карты. Есть возможность сыграть чародейские стрелы. Ну, собственно, это сейчас Найманы делают. Пытаются форсировать события. Погибает Керн, появляется Бэйн и еще Барнс уносит урон в лицо. Забирается поджигатель и плюс Сильвана на стол. Пытается уже реализовывать существ с хрипом под Энзота. Давай я понять, что якобы он у него есть. Боже мой, два возложения в руке. Серьезно. Светлый Рагна. Настолько жадная колода. И пока что, ну, Хамстер переживает. Все нападки от Темпа Мага. Лазурный Дракон приносит чародейскую вспышку. Мана Змей. Вспышкой будем убивать Бэйна. И минус три еще один из здоровья сделает Барнс. 16 хп у Паладина, но вот тут очень жесткий восьмой ход. С другой стороны, вот что лучше. Светлый Рагнарос или же возложение руки. Если мы играем Светлого Рагну, мы с Сильваны точно будем трейдиться. Есть шанс, что Светлый Рагна похилит именно существо, а не своему герою. И тогда это будет шанс на победу для Наймана. Слушай, а ведь шанс сохраняется. Шанс есть всегда. Если сейчас... Хамстер сделает не тот ход. Да. Ну, надо играть через возложение. Это более надежно. Это понимает Хамстер. Играет возложение. Добирает серебряный... Ой, боже мой, еще и изобретное исцеление. Да он нечестно играет. Одна копия исцеления в колоде. Паладина. Он нашел весь свой хилл. Абсолютно весь. Еще два белых коня где-то в колоде там завалялись. Но тем не менее. Вот два Трусильвера, два серебряных клинка, два возложения, запретное исцеление и Светлый Рагнарос. Это нечестно. Кто-нибудь законтрите его. Ну, нестись в лицо, развивать преимущество. Это надеяться, что там нет дополнительного хила. Но хил, как мы видим, в достатке. Причем очень даже. Знаешь, тут план Капкану Наймана может быть очень прост. Он сейчас понимает, что вот у Преста, например, и Паладина он выиграет с трудом. Нет, шансы у него были, например, если он поймает хороший старт. Нет, здесь вот против Паладина это точно неплохой матч для темпа магии. Но он поймал плохой старт. Старт не задался, да. Сейчас он немного изматывает своего оппонента. И потом, когда у Хамстера останется Медрень, Шаман и Токен Друид, Найман просто соберется и даст бой. Потому что на темпу магии у него как против Преста, так и против Пала были шансы, но нужен был идеальный старт. Что-то пошло не так. Вложенный факел в лицо. Удар Барнсом и Монозмеем. 12 хп. Но здесь продолжат. Серебряный клинок. Забираем Монозмея. На 10 еще будет сыграно запретное исцеление. Забирает Служителя Боли, чтобы добрать карту. Хозяин Барин. И подхил. Все, это партия. Там в руке еще одна копия возложения. Светлый Рагнарос не добьет. Ну, может быть. Нет, даже Фиробласт. Светлая книжка приносит ледяную преграду. Явно не то, что нужно магу в данной ситуации. По-моему, у Хамстера неплохо сработал его половин. Хотя не показал он, знаешь, какого-то невероятного уровня. Здесь скорее вот изо всех сил там старался темпомаг, но рука не задалась. Плюс упала весь хил. Вот как мы с тобой уже отмечали. Абсолютно весь хил, что есть в колоде, практически весь зашел. Ну да, только еще два белых коня. Убивает свою уже болтливую книгу Найман, дабы не давать лишних карт Хамстеру. Так, знаешь, сейчас блеф на отраженную сущность, на антимагию, на вопора из подслужителя боли. Ой, ну все. Вот, Снежабрах еще приходит. И конь. На белый конь для Хамстера. И на этом можно заканчивать партию. Как здесь порой не хватает Архимага, многие говорят, что эта легендарная карта тяжелая, что сейчас она не заходит. Ее нужно играть в связке с Таурисаном. Таурисаном. Но здесь, возможно, Архимаг еще смог бы помочь в определенный момент хотя бы получить шансы на победу. Против Престата вот там также была возможность. Но, увы, сейчас далеко не самая популярная редакция. Если сказать по статистике, то мы крайне редко встречаем Архимагов на турнире. Но сегодня у нас один такой тампланк будет, если он не улетит в бану. Найман все еще задумал. Ну, Эльзот уже прям ставит жирную точку в данном матче. Можно уже сдаваться и ехать далее. Ну, формально Найман может попытаться потерпеть. Следующим ходом через ученицу, флеймстрайк, стрелу, попытаться раскидать стол. Но это скорее подзатянем партию, немножко подмучаем оппонента. Не знаю, у меня складывается ощущение, что китайцев брать измором – это гиблая затея. Я не знаю, почему. Не, ну, возможно, ты даже для себя берешь эту паузу, чтобы не столько оппонента нервировать. А может быть и то, и другое. Может быть, ну, просто отыгрывая в таком ключе, ты подстраиваешь темп игры под себя. То есть тебе вот если удобно играть вот в таком, в такой неспешной манере, то нужно доводить эту затею до конца, скажем так. Ну вот насколько представители Китая спокойны, знаешь, вот сконцентрированы, максимально уравновешены, то есть у них нет вот этой горячности, какой-то торопливости. Вот если посмотреть по всем четырем представителям Китая, ну, я не видела ни одного супер, знаешь, такого торопливого решения, которое плохо влияло на его игру. Может быть, это манера просто такая, знаешь, очень медленная, размеренная. Может быть, флэмстрайк. И пинг забирает весь стол, остается только Бэйн. Здесь еще один. Вернее, конь на стол. О, печать. Печать на удваивание. И это печать берется для хамстера. Ну, а почему нет? Агрессивное решение. Следующим ходом. Вон синие жабры. 8 урона, например, под этой печатью с коня или с Бэйном. Ну, увы, там уже и мурлоки погибали. Если мургловратность придет, то, ну, никак, никак эту игру не вытащить. Ну, Найман доигрывает до последнего. Идет поджигатель, идет ученица, идет первый фаербол. Также влетит наверняка второй, зеркальные копии. Ну, и после зачистки этого стола, я думаю, Найман уже сдастся. А, смотри, даже не будет отдавать фаербол. Фаербол придерживает. Ну, там маны даже не хватало, если что. Но это не имеет абсолютно никакого значения, потому что не сумеет. Все, заканчивается. Просто даже теоретические какие-то шансы для продолжения Наймана. Тут просто даже вот этот фантастический какой-то исход не дает шансов. Вспышка в коня, обилка. Ну, и на фатигах этот маг не вытащит. Мы уже не единоразово отмечали. Еще светло, Рагнарос. Ну, здесь не удается Найману победить. То, ну, кстати, Фолянта мы еще точно сыграем. Посмотрим, что же принесет нам это заклинание. Драженая сущность, ледяная глыба, а также ледяная стрела. И вот теперь уже Найман сдается. 2-1 впереди Хамстер. Он победил на своих удивительных колодах. Это жрец, это паладин. Еще не все потеряно у нас для Наймана. Само собой мы увидим, я надеюсь, полное БО-7 с интересным исходом. Ну, и далее. У нас Найман против Хамстера. Зрительское голосование. Тут надо было сделать пункт. Я хочу посмотреть результат. Почему? В голосовалке. Чтобы, скажем, своим голосом не влиять. А ты же смотри, там же в определенный момент фиксируется голосование. Ты можешь просто поражать тот результат, на который ты поставила. И не будет учитываться твой голос. Вот так вот. У нас выигрывает Найман против Хамстера по зрительскому голосу. С каким счетом? Нет, нет, нет. Да, Найман против Хамстера 4-3. 34 процента. А 33 процента наших зрителей поставило даже на 4-2 в пользу Наймана. Это, кстати, ну... Но лидируют зрители 4-3 на Наймана. Однозначно Найман, я понял. Ну, посмотрим, болеем, болеем за Алжаса, друзья. Пока что он проигрывает, но... То ли еще будет. Здесь хорошие шансы. Шансы, шансы неплохие. Единственное, вот, конечно, темпомагом паладина-то можно было и обыгрывать, но старт не задался. А вот для такой достаточно тяжелой, что называется, гриди, колоды от Хамстера, ну, удалось ему и на старте как-то побороться за стол, и мидгейм у него получился, ну, и слоил он абсолютно весь свой хил, и, ну, было все великолепно. Ну, остается две действительно колоды для Хамстера. Это у нас мидрейндж шаман Токен Друид. Для Наймана в пуле остаются очень даже сильные колоды. Так что я думаю, что делать выводы рано, несмотря на то, что лидирует Хамстер, он избавился от своих колод, но у нас интервью. Какое, как важно, вы, понимаете, вы можете вести на большинство на Близзкон? Синево я играла в World of Warcraft, я смотрю аренов, и, как, арена, и, когда я смотрю, я очень вдохнусь от них, и я очень благодарен и я очень хотел, чтобы играть в Близзкон, а, вот, как, как оптимизирование, и как аспектант, это будет много у меня, и мой шампирик, и я очень многое. Если вы выбираете у меня на финансе в этой чемпионской филе, кто вы бы? Это было бы хиппи. Доктор хиппи. Да. Почему? Потому что я смогу издалить его. В этом видео из-за известного фильма из-за этого шампионского храма. Ты победил Нейман на старлайдер. Это тебе придет дед в вашем mindе? Нейман не имеет дед. У тебя есть дед? Конечно, я дед. Это третий этаж. Если финал будет хиппи, это будет... Что-то пошло не так. 4-1. А теперь пошло. Да, это будет. Как это? Быть более известным? Да, быть более известным. Великолепный Нейман. Великолепный Нейман звучит очень круто. Ты татуировал? Да, конечно. Да, я буду. Великолепный Нейман. Где они хотят мне поставить тату? Я могу выбрать? Да, ты выбрали. Великолепный Нейман. Великолепный Нейман. Мне очень понравился, скажем, спор, который произошел у ребят. И они, скажем, договорились, если Нейман выигрывает, он делает татуировку. Ну, и поддержал его ТиДжей, он сказал, что сделает в ответ точно такую же татуировку, если Нейман станет победителем Блескона. Слышь, ТиДжей-то на Handsome Guy поставил, поэтому... Ну, он же с разными игроками спорит. Где-то допрокнет. Так самое интересное, что он не одному игроку говорил, что я в тебя верю. ТиДжей просто шарит, он перестраховывается. Верить можно во многих ребят, но ставка всего лишь одна. Напомню, что ТиДжей поставил на Handsome Guy. И на самом деле можно говорить одно, а сделать ставку совершенно на другого участника. Пока он не покажет свой Battle.net, вы не узнаете, на кого он в действительности поставил. Нейман стартует со своего Midrange Shaman, и мы увидим зеркальное противостояние. Хамстер также играет на Shaman. Вот тут вот любопытно будет посмотреть на редакции, чем они отличаются друг от друга. Есть ли какие-то сильные изменения, которые могут существенно повлиять... Да, Shaman от Неймана очень такой своеобразный. Здесь защитник Аргуса играет со два Серебряных Всадника из интересных решений. Нет, Харрисона играет одного, как ты уже верно сказал, Аргуса и Жажду Крови отыгрывает. Его оппонент в свою очередь также играет Жажду Крови, не использует Харрисона и отыгрывает два Элема и одного Рагнароса, которого мы уже видим в руках. Туннельный трог появляется на столе со стороны Хамстера. Молния убивает тотем Гнева Воздуха. Три Кристалла Маны остается всего лишь для Неймана. И чем отвечает? Пытаться сейчас забирать туннельного трога, ну... Не, ну можно дать Серебряного Всадника и плюс удар когтями. Ну ты своего Всадника подставляешь. Сыграть через Талнаса и удар когтями опять же разменяться строгом. Ролить 25% на СПД Татем как-то затея не очень сильная. Под Талнасом вроде достаточно неплохо. Ну, Талнаса просто хотелось бы сохранить под масс зачистки. Современные противостояния Медрэйн-Шаманов очень такое вот вязкое, интересное. Борьба за стол и очень важную роль в данной борьбе играет как раз наличие АОЕ-заклинаний. И возможность, ну как-то недорого усилить эти заклинания. Демонная сила магии, Талнас, абсолютно верно. Ну, опять же Серебряный Всадник здесь являлся слабым ходом. Легко трейдился. Плюс Серебряного Всадника очень часто в этой колоде отыгрывают под флейм тотемом. Для того, чтобы меняться не теряя существо на 4 единицы. Да и в принципе для размена с тотемами сразу же при выходе на стол Серебряный Всадник позволяет допустим тотем гнева воздуха убить, что иногда очень важно. В целом карта в Мироре очень сильная. Ну и у Хамстера сейчас абсолютно пустая рука, но он специально перебирает карты, чтобы дать ложную надежду, что у него есть какой-то ход сейчас. Ну, у него есть возможность с монетки сыграть допустим тотем. Тотем прилива маны. Прилива маны, но он все-таки играет призыв тотема. Хилл. Ну и теперь ход уже у Наймана. Четыре кристалла в наличии. Как он будет распоряжаться данным ресурсом? Здесь духи неплохо подъехали. То есть это хотя бы уже ранняя игра. Серебряный Всадник в Размену. Ну, есть ли в этом особый смысл сейчас? Один кристалл маны бы сюда, чтобы прожать вместе с твоей тройкой обилку, чтобы начинать удешевлять нечто из глубин. Кстати, важный момент. Как раз-таки нечто из глубин пораньше выставить. Очень такое сильное, неудобное существо. В некоторых случаях даже на него приходится тратить хекс. Ну, посмотрим. Найман не хочет особо перегружаться прямо сейчас, дабы нечто как раз разыграть побыстрее. Ну, призывать просто тотем, наверное, слабый ход. Играть Серебряного Всадника в принципе можно. Ты забираешь тотем исцеления. Сам всадник сразу же не погибает. Сейчас не используют земные шоки. Поэтому эти существа остаются в безопасности. Только Тайс одну копию играет земного шока. По сути, весь Сайленс на этом турнире это вот одна единственная карта в колодах всех игроков. Только один Тайс сыграл Сайленс в своей колоде. Интересно. Ну и будет у нас тотемный голем плюс обилка. Получаем перегрузку с тотемного голема. Я думаю, что эта встреча будет, наверное, такой самый-самый долгой. Вот конкретно это противостояние. Ну, уже можно сказать, что ребята прям вообще весь свой запас таймера, скажем так, используют по полной программе. Ну, еще, возможно, пара Дидеони против Павла также будут... Я не думаю, Павел... Играть. Там просто в чем... И Павел и Дидеони также, мне кажется, не являются какими-то сверхпродуманами, но посмотрим. Да, но там есть немножко другой нюанс. Там скорее отталкиваемся не от продуманов, а отталкиваемся от противостояний. Потому что там есть Мид Шаманы и плюс у одного Ктун Вар, у одного Контроль Вар. То есть, возможно, мы влипнем на противостояние на Мирор каких-то таких более тяжелых колод и, соответственно, это займет время. Но, без сомнения, уже Хамстер против Наймана – это одна из самых долгих игр. Но ребята могут себе это позволить и, собственно, пользуются этим по максимуму. Хамстер с монеты разыгрывает Рыцаря Громового Утеса. Ну, тут есть ответ в виде сглаза. Нужно забирать. Если бы здесь зашел тотем на силу магии, было бы прям совсем идеально. Можно было бы затрейдиться немного другим способом, но сглаз уходит. Слушай, ну здесь пятый, шестой ход есть. Далее есть Рагнарос. Зато у Наймана будет возможность на следующем ходу сыграть очень сильно. Призыв тотема, тотемный голем и нечто есть в глубину за два кристалла маны. А в ответ, как мы видим, пока что нет зачистки для Хамстера. А вот тут интересно, будет ли он таким образом отыгрывать, то есть прям выставляя практически все сильные существа, которые есть в колоде у Наймана. Потому что если есть Гроза, то ты можешь проиграть игру. Ну, если есть не просто еще и Гроза, а под Талносом, под Татемом на силу магии. Ну, точно будет, потому что... Ну, с другой стороны, дракона хочется тоже забрать. Ну, вот-вот. Ну, посмотрим, если сейчас наролим опять же СПД Татем, возможно... То заберем с помощью молнии и будет прям совсем шикарным. Вот он, защитник Аргуса. Фирменная фишечка на этом турнире игроков Virtus.pro. Ну, я надеюсь, что здесь для Наймана этот защитник Аргуса сыграет. Причем сыграет только в плюс. И для тех, кто к нам только подключился, ребят, всем огромный привет. Мы сегодня с вами смотрим групповой этап Hearthstone World Championship. До конца остается всего лишь два дня, если включать этот. И у нас матч группы B Hamster против Наймана. Ребята играют на вылет. Проигравший покидает турнир. В первой паре Handsome Guy против Tice проиграл Tice. Tice покинул турнир. Группа C Yulcic против Brass. И группа D Didione против Pavlo. То есть еще минимум два матча мы с вами посмотрим. И для всех тех я просто посмотрела всевозможные социальные сети. Спасибо большое за ваши теплые слова. И не огорчайтесь так сильно по поводу Tice. Не нужно. Паки. Минус паки. Ну они приходят, они уходят. На самом деле там даже дело не в паках. Просто очень многие люди расстроились, что по их мнению в определенный момент решил рандом. И один из лучших игроков мира не вошел в топ. То есть он даже не вошел в топ-8. В любом исходе один из лучших игроков мира не вошел бы в топ-8. Потому что если бы проиграл допустим Handsome Guy, то это тоже была бы большая потеря для этого турнира. Но увы, вот так вот сложилась история на этом турнире. Опять же, что по редакции Хамстера. У него одна гроза только. Вот это может помочь. Но Эмману в данном противостоянии все-таки чем меньше АОЕ, тем лучше для твоего оппонента. Но зато у него усиленный лейт, что опять же играет Хамстеру на руку. Ну, Рагна. Рагна, два элемента. Посмотрим. То есть он, получается, ослабил свою колоду в заклинаниях, убрал одну АОЕ, но добавил сильный лейт. Добора больше у Хамстера. Именно потому что он играет два тотема прилива маны. А Найман эти тотемы не использует. Итак, потрачено у нас уже по одному хексу со стороны Наймана и со стороны Хамстера. Здесь Найман топдечит. Ничто из глубин. Отличный заход. И у него стоит тотем на силу магии. И теперь с тотемным големом очень легко разобраться с помощью молнии. Теперь посмотрим, как в целом разыграет свою руку Найман. Будет ли выставлять нечто. Как будет реализовывать молнию. И, собственно, как это все будет работать друг с другом. Но мне кажется, что Найману пора здесь перехватывать инициативу. За счет Аргуса он может попытаться увести своих существ с под рейнджа грозы. Да, вот так вот забирает. Отдает жабу усиленную Аргусом. Отдает когти и сейвит своего тотемного голема. Вот он защитник Аргуса. Во всей красе классно заходит эта карта. Частенько раньше мы могли видеть в Мид Шаманах использование защитника Аргуса. Сейчас это решение не популярное. Огненный элементарь забирает защитника. Оход переходит к Найману. Я не думаю, что стоит отдавать второй сглаз. А как разменять? Здесь проблема в том, что нет прям супер размена. Если бы здесь был Талмас, например, тот, которого у нас Найман отдавал ранее, то да. Но если ты отдаешь Хекс, ты не теряешь темп формально. Ты продолжаешь давить на стол, доставляешь сильных существ. А там тебе может зайти вообще жажда крови, ты можешь выиграть игру. Если ты сейчас закрепишься на столе. На руках, да. Игрока Virtus.pro. Просто если ты отдаешь сглаз сейчас, у тебя абсолютно никакого ответа не будет на Рагнароса, к примеру. А Рагнарос, как мы видим, есть у Харстера прямо сейчас. Но если у тебя на столе стоят существа, Рагнарос не столь эффективен. Тотемы 0.2, которые также являются существами и целями под Рагнароса. Плюс сейчас ты добавляешь на стол нечто, добавляешь духов. Тотем. Нечто. Тотема опаляющая, нечто из глубины. Будет ли сглаз или full face? Да, даёт всё-таки у нас. Это заклинание Наймана. Огненный элементарь превращается в лягушку. Ну смотри, духов не тратит. Ну, обыгрывает грозу, и гроза здесь подъезжает Хамстром. Единственная гроза в колоде китайского шамана. Но так ли эта гроза сейчас хороша? Ты убираешь только три тотема. Но Рагнарос это также слабый ход при таком-то столе. Да, беда. Булазурный дракон гроза всё равно. Это ход сильный. Ещё и Талнос, но теперь по мане не пишут. Ну по мане уже не получается. И это хорошо для Наймана. Но уже от того, что тотем прилива маны. Вот это рискованное решение. Это прямо валидол. Я бы не стала так рисковать. Причём жажда крови тебя выносит. Без особых проблем. Ну жажда крови это автоматом победа. Если ты играешь сейчас тотем прилива маны. С другой стороны, но что тебе даст гроза? Ты уберешь три тотема со стола и нечто. И тотемный голем выживет. Всё-таки тотем прилива маны рискует хамстером. Таким образом ты хотя бы пытался обыгрывать жажду крови. И здесь флейм тотем. И тотем языка пламени. Даёт ли он у нас сейчас победу для Наймана? Есть Лайтинг Волт на четыре. Плюс Флейм Тотем, который также даёт четыре урона. Чуть-чуть не хватает. Печаль беда. Семнадцать. Два офф. Ну формально ещё гроза у тебя есть на руках. Причём гроза усиленная. Три-четыре. Ну один офф-то получается. Ну несёмся в лицо. Ну грозу мы точно будем отдавать. Почему нет? И несёмся в лицо. Один офф. Единичку как мы будем добивать? А если сейчас ещё гроза плохо попадёт? Не, ну гроза... Надо на дракона на четыре. Грозу точно мы играем. Гроза должна быть нормальной. Даже если дракон выживает, мы набираем его палящим тотемом. У нас в принципе всё неплохо. Ну в идеальном раскладе конечно фул гроза, чтобы вот эта единичка пошла в лицо. Ролится у нас тотем. Это опять опаляющий тотем. Ставим флейм тотем и вносим урон. В общем агрессивно играет Найман и... Неправильно. ...это хо-ро-шо. Вообще хамстер рисковал. Здесь. А вот и жажда крови только для другого игрока. Тотем на силу магии. Плюс стал нас давал бы очень хорошую грызу для хамстера. Это победа. И победа 2-2. Найман выигрывает Мирор Шаманов. Его колода всё-таки больше наверное в Мироре. Больше шансов имеет на победу. Ну и очень опять же напряжённый матч. 2-2. Хороший заход для Наймана. Хороший заход нечто из глубин. То есть там очень даже неплохо Аргус. Защитник отыграл. Аргус великолепно сыграл. Плюс у тебя были зачистки. Был Таунас под когти. Ты смог убрать туннельного трога. То есть мне понравилось. Серебряный всадник в целом тоже вовремя появился на столе. Позволил как-то разменяться с тотемом. В общем тоже эта карта оправдала себя в колоде игрока из Казахстана. Ну в целом очень важная победа. Счёт 2-2. Ну и что же далее? Остаётся у нас для Наймана Темпу Маг и Мали Йоксарон Друид. Сейчас у нас Найман убрал со своего лайнапа шамана. Но на шамане кстати на удивление у него винрейт в 66%. Но я думаю что это учитывается вот этого всеми любимого нами фейс шамана. Через пламенных безликих выбросы лавы. В своё время и разряды туда подъезжали. В общем были времена. В целом винрейт очень неплох. Это отличный винрейт. Да и в целом вот если сравнить с другими игроками. То винрейт у Наймана общий винрейт. По всем его матчам сыгранным. Ну давайте посмотрим интервью с Хамстером. Потом я расскажу. Как вы думаете, что в Китае в Китае в Китае в Китае против других регионов в мире? В Китае против других игроков в Китае против других игроков в Китае. Из-за них все очень совпал детских игроков в Китае. Они видят их любые, низкие игроков в Китае. В Китае против других игроков, китайские игроков в Китае. Продолжение следует... Ну, мы, наверное, так же, как, собственно, Хамстер и как многие зрители хотели бы, чтобы игроки были более креативными и оригинальными в декбилдинге, но тут, на самом деле, очень спорный момент. Креатив не всегда приводит тебя к успеху. Иногда можно отыграть вполне себе стандартным лайнапом, метовым лайнапом, как сейчас это принято называть, и стать чемпионом. Но, в свою очередь, как раз вот интересные решения при выборе колод от Хамстера, да и, собственно, редакции этих колод, они приносят пока что хороший результат, ведь и на паладине, и на жреце он уже победил. Что выберет сейчас у нас Найман, и это будет Темпо Маг. И Найман ловит хороший матч для себя. Это, кстати, у нас токен-друид от Хамстера. Это непривычный нам уже друид. Это токен-друид, который играет через две силы дикой природы, один мульч, две училки, один портал Луная Поляна, два Древа Войны, и также здесь есть Йог, то есть это Йогсарон, токен-друид. Ну, а колоду Наймана мы уже имели возможность посмотреть два раза. Да, несколько раз до сих пор этому Темпо Магу не заходило, но вот теперь, теперь все хорошо. Сейчас он оторвется. Поехали. Манозмейный первый ход, монету не отдает. В теории можно было бы даже, там, не знаю, как-то через монету болтливую книгу сыграть, но смысла в этом мало. Ой, Барнс еще подъезжает великолепно. Ну, просматривается уже. Очередь для Хамстера есть Разгон, он сыграл Буйный Рост на прошлом ходу. Ну, Хранитель Болот на четвертый ход может быть сыгран также в Разгонку. Училку сейчас выставлять нет смысла, можешь поймать стрелу и до Размены. Стоит разогнаться по Мане. Сейчас до Разгонку Мане, а потом... Учительница и Сиводика Природы, как вариант. А если ты еще найдешь какое-нибудь озрение, еще прокрутку, будет прям совсем шикарно. Может быть, именно этим и стоит брать темпу мага. Усилять свой стол не учениками слабыми 1-1, а распамить учеников и сделать их максимально много и максимально сильными. Ну, посмотрим, как это будет реализовывать Хамстер. Хранитель Болот разгоняется по Мане. Китайский игрок. Поехали, а почему нет? Поехали. Болтливая книга. Книжка. Да понеслась. Понеслась, Пешаврай. Не, здесь должен попадать Найман без вариантов. Не нужно ему трейдить абсолютно стол. Шардейский взрыв. Приносит нам болтливая книга. Не, погибает, погибает здесь. Хранитель Болот. Без вариантов он должен был погибать. Не, ну варианты-то были, если совсем вот... Не, вот в этом случае. Такие разлеты стрел. По-моему, у кого-то даже вчера был такой разлет провальный. Я вот, к сожалению, не вспомню у кого, потому что я краем глаза смотрела, но смотрела. И что, третий ход уже минус 11 хп друиду и стол очень сильный. Размах бы сейчас не помешал, но нет этой карты. Играть учительницу всего дикой природы, это, конечно, прикольно, но нет. Сейчас сыграть лазурного, а уже следующим ходом училку, корни пробав. Как бы понимаешь, нет, надо и корни сейчас играть, чтобы не... Ты умереть вообще можешь. Потому что тебя за 1-2 хода темпо маг съест. В этом сила темпо мага, к которому зашло. Это абсолютно бешеная колода с хорошей связкой. Если всё идёт в ману и нет провалов. Сейчас нужно играть корни и поднимать корни на следующий ход. В идеале бы. Убираем манозмея, скорее всего. Думаю, это или манозмея, или ученицу. Всё-таки выбирай даже ученицу. Окей. Минус второй дробь для неймана. Ну и, к слову, убийство ученицы оправдано. Оправдано, ведь заходит интеллект чародея. Ну, а здесь бы интеллект чародея был бы удешевлён. Но, тем не менее, трейд с лазурным есть. Если, конечно, нейман будет это делать. Ну и есть возможность поставить ещё что-то на стол. Например, Барнсом. Ставим Барнса, посмотрим, что с Барнса заходит. И это манозмей. Да и ещё один манозмей. Ну, нужно трейдиться с драконом. Оставлять его нельзя. Соблазнительно, но поймаешь размах 5-2 и... Всё плохо. Ой, корни идеальны. Топ-дек для хамстера. Боже ты мой. Фенрал. Живые корни. Это переломный момент в этом матче. И сила дикой природы. Ой-ой-ой-ой. Что, нужно спешить на эману? Чародейский взрыв под колдунью сектанткой. Ребята здесь соревнуются по ТОП-деку. Слушай, сильно. Как же они катаются. Сейчас поджигатель должен застрелить пантеру. Минус пантера. Изи. Отлично. Вот Барнса только ты не забираешь. Не-не-не-не. Никаких разменов. Серьёзно. Понятно, что Барнс очень силён. Но сейчас уходить в трейд это самоубийство. Ну, с Фенралом слишком затратно меняться. Ты два существа даёшь. В лицо денег. Исаешь пять урона. В лицо. Классический там бумаг, который просто несётся в лицо. Я ставлю плюсик. Под этим ходом. Ну, с Фенралом трейдится. Не-не. А с другой стороны, ты лишаешь своего оппонента возможности реализовать особенность Фенрала Оленевого Шлема. У тебя есть добор? У него, может быть, этого добора нет. И ты можешь найти фаербол и медленно, но уверенно закончить игру. Не знаю. Я бы в лицо сходил в данной ситуации. Найман тоже поразмыслив. Пошёл в лицо. И против. Пошёл в лицо. Ну, добор через Дар Природы, конечно, круто выглядит. Но... Три Кристалла Маны. Сейчас уже пять. И нужен размах. Есть стата Ворона и ещё одна сегодня, как Природа. Ну... Заклинать. Что? Заберём Яростного Воина. А как тебе вот... Ну, Яростный Воин, ладно, сыграет, не сыграет. Метка, кстати, сильно выглядит. Но она посильнее существо. Метка Природы, по сути, ты получаешь 4-4 провокацию. Ну, Буйный Рост здесь только как возможность добора. И то сейчас это не совсем... Ну, если ты, кстати, Озарение сыграешь, то можешь выпустить сильное существо ещё на стол. То есть, формально, наверное, метка или Озарение. Здесь бы Ремувал найти. Причём какой-нибудь было бы круто гнев, чтобы... Ну, исходя из того, что есть, забирает всё-таки... Будет уходить в пробав стола. Проспам. Распам и пробав. Озарение. Сила Дикой Природы. Кстати, получше, чем Великан, однозначно. Особенно под Федралом. Особенность этой карты... Ну, не знаю. Опять же, ты боишься погибнуть. Не знаю. Мне кажется, что, возможно, всё-таки метка Природы выглядела бы посильнее. Сейчас ты получаешь очень сильный стол. Вот у нас стрела ещё и зеркальные копии. Выстрел один в лицо. Хорошо. Ну, здесь нужно два попадания, чтобы сделать летал. И у тебя есть два заклинания. Ну, можно попробовать. Опять же, точно никаких трейдов. А может сыграть отражёнку, посмотреть, куда попадёт, и у тебя будет свободная билка. Теперь забираем Федрала, идём в лицо. Может быть, нет? Ну, прям... Ну, да, пожалуй, есть смысл сейчас потратить пинг для убийства Федрала. Ты себе выигрываешь, Федрала. И пять суток его нам нести в лицо. Ну, не дай бог сейчас под Федралом зайдёт Звериное Нистовство, например, какое-нибудь. Всё-таки уходит Ледяная Стрела. Трейды. Попадание есть Федрала, не забирается Пантера, но это всё равно очень даже неплохо. В трейды уходит Найман. Ну, ладно, 7 хп у друидов, в принципе, додавить мы можем. Ну, опять же, неплохое решение уйти в контроль. Он мог сыграть немного по-другому, мог сыграть через обилку, чтобы забрать Федрала. Но, потратив стрелу, он подконтролил стол. Оставил меньше урона на столе, поэтому всё, в принципе, очень даже неплохо. Яростный Воин. Яростный Воин классно зайдёт. Ты забираешь одну зеркальную копию, вторую разменивает Училка. Ну, и стол можно забрать. Ну, через Гнев дам. Так, Яростный Воин с Минаоблика. Проходим сквозь первую провокацию. Пантерой доразминиваем у нас Барнсом. Гнев убивает Поджигателя. Ну, теперь вопрос просто, хватит ли, даже вот так вот, Раиса, хватит ли времени на Эмману. Ну, у него очень много добора должно хватить. Ну, нужно играть тогда Акалито, пинговать в него. И ставить Собирателем. Собирателем. Причём у тебя есть Талнас, Файерболл. Дают тебе... Ну, понимаешь, одного огненного шара уже мало. Факел, кстати, неплох. Ну, у него очень много перебора, так что Найман ещё... Главное, чтобы не зеленое неистовство. Не, ну, внешне... Если получат возможность как-то восстановить ХП у нас... Игрует, ну, и тут Рагман, тут уже на самом деле, как бы, Найман сам не отвалился уже с хода на ход. Ну, сейчас посмотрим, может быть, будет топ-дек. Ну, что, Файерболл летал? фаербол даешь фаербол ну лазурный дракон теперь самому так как бы не погибнуть да здесь уже немножко другая история начинается надо забирать яростного воина без вариантов абсолютно возможно мы сыграем талласа факел в яростного воина после этого телек чародея чтобы увеличить шанс зажженный факел раскопать выглядит как план но хватит ли тебе потом урона чтобы добить друида интеллект играется получаем монозмея вспышку ну кстати через вспышку теперь можем забрать яростного воина монозмеи таллас вспышка в яростного воина и зажженный факел нас остается под фаербол чтобы донести урон какие же игры просто ну по-прежнему по-прежнему не мешал дает летал здесь хилну не хватает маны хамстеру один ход хамстеру нужно переживать но она и ману соответственно нужно находить ходить возможность залеталить оппонента прямо сейчас иначе он проиграет очень очень напряженные близкие игры друзья причем это только вторая партия но действительно что первое было 7 что второе бы 7 невероятно интересные может быть где-то размеренные но тем не менее нужно забирать весь стол и принимать одну единицу от талласа недоволен ну конечно не звериное неистовство не портал лунная поляна все это не подъехала вовремя а это дает шанс найманом что как как забирать учитель не сотрудится с монозмеем лицом забираем талласа что получит найман и это поджигатель не то что нужно нужен огненный шар огненный шар даст победу найману нет это чародейская вспышка улыбается а лжас но он проиграл аутов к сожалению нет что-то как-то у наших ребят стоп деками и вот это поражение это уже печально потом по потому что ну темпо маг должен должен обыгрывать подобного друида в идеальном раскладе хороший матч а там еще и остается медрянь шаман для хамстера который в принципе как мы уже говорили король меты тир-1 колода и вот он следующей картой какая жесть 32 вперед вырывается хамстер и одна победа отделяет китайского игрока от победы в серии найману с очередь нужно дважды обыгрывать шамана в исполнении китайского игрока это будет сделать невероятно тяжело но нужно попытаться все аутов нет нужно тащить время пришло иначе ты проиграв одну игру покидаешь турнир был было видно по найману что он прям приуныл когда не увидел фаербол а когда увидел фаербол следующей карты он прям улыбнулся это типичный хардстоун во всей красе что я могу поделать ну вот твоя реакция обычно в таком случае когда ты дома сидишь стримишь там это не эфирные я конечно же говорю ну просто мне не повезло в этот раз оппонент сыграл и тут пара тройка красочный не повезет обязательно в следующий раз так обычно игра веселая для расслабления знаешь прийти сыграть пару партиек расслабиться получить позитивные эмоции сейчас ничего страшного я обычно тоже так оправдываюсь на своих стримах но пытаюсь себя успокаивать а вы потом выключается камера я иду себя тушить потому что полыхает невероятно но вот одно дело когда вы сидите дома на расслабончике катаете ладер а другое дело битва за чемпионский титул за двести пятьдесят тысяч долларов что сумеет ли найман собраться две партии нужно выиграть был фееричный старт победа воином жреца вот дальше что-то не пошло темпом акин не заходит на удивление причем здесь классный старт был в начале казалось ну вот она легкая победа все должно было быть хорошо но ну училка даже скорее фендрал перевернул игру топ-дэк нужный момент корней но распам стола сыграл злую шутку поджигатель не донес из-за того что стрелял по существам собственно вот этих несколько единиц урона которых не хватило найман а что касается распределения призового фонда ребят один миллион долларов призовой фонд hardstone world championship первое место двести пятьдесят тысяч долларов второе место сто пятьдесят тысяч долларов третье четвертое по сто тысяч долларов пятое восьмое по пятьдесят тысяч и девятая шестнадцатая двадцать пять тысяч долларов то есть формально просто приехав поиграть на групповой стадии турнира ты уже получаешь двадцать пять тысяч долларов вообще получается что победитель если он один раз побеждал если это не handsome guy то победитель мейджора увозит пятьдесят тысяч долларов и здесь мы возвращаемся к немножко на мой взгляд несправедливой истории с ластколами где победитель ничего не получал хотя формально это по уровню игроков по уровню игры возможно сильнее даже нежели просто сезонные чемпионаты но здесь я с тобой полностью соглашусь но в следующем году я понимаю что нас ожидает немножко другая абсолютно система и уберется ли эта проблема в следующем году поживем увидим опять же ждем мы сначала героическую потасовку есть мнение что это скажем так тест турнирной системы очень на это надеется уверен все комьюнити что blizzard наконец-то сделают турниры внутри игры возможно как-то будет абсолютно новая система проведения турниров там rd интересные мысли на эту тему высказывал поживем увидим ну а здесь друзья уже шестая партия хамстер против наймана шаман против друида когти и тотем исцеления нему нужен разгон и вот он пожалуйста буйный рост приходит какой здесь вин кондишн для друида попытаться опередить по мане и задавить кстати у наймана это мали йог друида здесь действительно понятие разогнаться по мане и задавить очень даже примениво найману нужно поднимать разгонки поднимать перебор колоды находить мали находить урон и вот против кого кого а вот против шамана в принципе комбинацию ты можешь совершить из убить его но контроль стола также нельзя упускать учитывая что хамстер играет bloodlust играет жажду крови мы уже видели причем у наймана действительно мали йог как аут есть йог сарон еще созарение играет нуриш найман получает живые корни и живые корни а вот статуя это уже получше решает сейчас не разгоняться по маням пока есть возможность удобное перебрать колоду добор здесь очень важную роль играет на ман решает воспользоваться этим шансом найману бы маны еще бы разгон очку поднять чтобы можно было реализовывать фенралом под гневом со статуей ворона но пока этой маны не хватает ну а здесь пока хамстер полным ходом удешевляет свое нечто из глубины уже второй тотем на стол когти 3-3 думает родитель заряд оружием харрисон это у нас найман не отыграет так что даже нет особо смысла в лицо бить если бы у тебя на руках были вторые когти ну как вариант чисто чтобы сыграть агрессивно и так монета тотем языка пламени переходит в наступление у нас шаман агрессивный шаман который атакует тотемами у нас хоть и почему-то звуки игры пропали пофиксится а то как чувствуем себя какими-то одинокими немного хорошо это кстати не рост и про одиноких спасибо большое что сейчас посмотрят еще таких же 26 тысяч человек которые смотрят хардстоун world чемпионжи поддерживают наймана или хамстера смотря на кого вы залили паки я думаю что наймана поддержка однозначно выше с другой стороны китайский игрок удивил своим лайн-апом и любители вот нестандартных решений любители нетривиальных колод я уверен свой голос отдали имена хамстерам ну и пока что он ближе к тому чтобы остаться в турнире но но рано списывать наймана со счетов этот парень показал сегодня необычайно классную игру ну и какие варианты для наймана есть здесь возможность убрать нечто или же отыграет неким другим образом у нас сейчас найман сыграть через размах а уже следующим ходом возможно попытаться крутануть фенралом ну здесь хорошая зачистка размах лунный огонь и также смена облика забираем практически весь стол остается только тотем исцеления я думаю что специальном отратил лунный огонек чтобы убрать на тотем на силу магии и убрать возможность хорошо зачистить фенралом а вот с ним рыцарь громового утеса это проблема ее можно решить звериное мистовство но придется тратить корни но наверное эта цель достойна таких затрат иначе потом у тебя будут большие проблемы если не законтролить рыцаря но ты ничего не делаешь ты никак не влияешь на стол поэтому найман сейчас все-таки да через фенрала будет играть статуя ворона может быть сейчас найдет какую-то хорошую мазочистку дабор укус не самые лучшие заклинания да и существо такое ну набор в принципе пойдет здесь стенка может забирать арако выглядит очень недурно темная арако хорошая здесь тоже интересный размах или даже дар природы нет все-таки размах и живые корни убивают арако арако в принципе неплохо справился вполне неплохо справился найман здесь плюс он не стал играть пассивно что мне импонирует он насытил свою руку он получил два заклинания два существа плюс четыре дополнительные карты вот первая раскопка получилась слабая инженер новичок плюс укус укус хотя бы дают тебе размены арако хорош инженер даст карту в принципе не самая плохая не самый плохой исход для наймана но могло быть получше это точно вот арако и размах прям совсем хорош как будет рейдиться у нас хамстер та у нас на усиление когтей а туннельный трог и это будет гроза чтобы полностью зачистить весь стол это гарантированная зачистка ну плюс не ранит своего рыцаря громового утеса хамстер как забирать как забирать здесь это все найману раскопанный размах замечательно плюс в наличии еще и укус ну очень дорогие зачистки опять же как выставляться на стол ну да ход непростой если мы играем допустим размах плюс корни чтобы убить рыцаря громового утеса мы только инженера новичка можем добавить в этот ход мы начинаем с инженера тогда лазурный дракон ну формально формально если найман сейчас чистит стол там потихоньку ресурсы да 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 и у шамана нет какого-то невероятного перебора колоды то есть тотемпер левоманы ты легко законтролишь если ты сейчас почистишь если ты сейчас сможешь это все убрать то ты вполне шансы на переворот сохраняет размах у нас друид тратит укус и живые корни комбинация лазурный дракон и размах выглядит очень сильно а если у нас у наймана в его колоде друида барон гидон да этот барон гидон есть и кстати это как раз таки анти шаман карта которая призвана помогать и повышать шансы друида в противостоянии с шаманами найдет ли у нас найман этот барона гидона хотя сейчас он здесь далеко не идеален еще один размах больше размаха но сейчас размах тебе дает возможность только убрать туннельного трога 5-3 кстати интересный вопрос играет ли найман серебряного садника в своем шамане ведь колоды которые выложены в открытый доступ например на гусу геймерс не содержит этой карты в дек листе ребята играют там ошибки сто процентов я просто сравнивал там некоторые карты есть с ошибками даже несмотря на то что якобы это очень хороший ресурс ну в принципе единственный но даже там ошибки проскакивают есть дек листы которые официальные скажем так они не в открытом доступе вот там серебряные всадники присутствуют да и в игре мы видели серебряные всадники то же самое можно вспомнить у колоде допустим доктора хиппи там талноса не было в друиде насколько я помню а на самом деле он есть но тут я бы еще добавила меня очень часто спрашивают там про стату где я беру винрейты игроков ответ очень прост это обработка двух ресурсов это госу геймерс и ликвипедия хардстоун то есть в основном это все делается ручками ты выбираешь абсолютно все противостояния игроков и выводишь то есть нет ни одного портала где ты можешь открыть посмотреть винрейт игрока это все делается ручками обрабатываются несколько ресурсов и вообще сейчас к сожалению по хсу нет ни одного портала который бы был максимально сконцентрирован исключительно на хардстоуне и давал полную достоверную информацию ну возможно со временем такой портал появится я очень на это надеюсь есть порталы которые очень годно это все делают стараются ведут но тот же госу геймерс например это скажем по разным дисциплинам портал поэтому там по хардстоуну часто есть ошибки ну вот например знаешь маленькие папанки по типу колод но это уже влияет на например тоже освещение ну здесь еще один лазурный дракон плюс размах зачистят полностью стол то что нужно и тут просто хамстер такой в смысле еще один размах а один размах то со статуи ворона и вот тут вот сюрприз от этого отыграть ну никак нельзя и на самом деле ты очень верную вещь сказал лазурный дракон плюс размах таллас плюс размах это одна из лучших зачисток против шамана в принципе иногда связка этих двух карт спасает друида в ситуации когда шаман доминирует по столу а сглаза дается сейчас интересно но пытается как-то за стол побороться хамстер но теперь у него не будет ответа на тремного арако арако а тут как тут как здесь отыгрывать через арако ну хочется сыграть хранителя болот с другой стороны и опаляющий тотем забрать не помешало бы но все-таки выставить два существа сейчас очень неплохо смотрится для наймана топдек приносит тотем прилива маны кстати наши зрители я так понимаю что они уже промахнулись со своими прогнозами потому что наши зрители если я не ошибаюсь делали ставочку именно на победителя наймана со счетом 4-2 я сейчас уточню чтобы не соврать вам так портал водоворот приносит мур к визиторам нет все-таки 4-3 большинство зрителей поставила не жажда крови до разменов на наймана 35 процентов 4-2 поставила 31 процент большинство все-таки на 4-3 шансы сохраняются да для зрителей также сохраняются шансы ман которого играть мы не будем не надо ни в коем случае дар природы продолжаем перебирать нашу колоду буйный рост барон гидон немножко запоздала второй зверинонистовство ну все здорово хранитель болот и вот тут вот уже найман должен отрываться да уже в принципе уже даже жажда крови вышла то есть ты в принципе не боишься особо ничего два тотема прилива маны очень вовремя для хамстера в скобочках нет хотя сейчас они ну хотя бы по карте принесут так что у нас по леталу не хватает молотков для шамана для таких случаев не хватает вот этой связки алакир плюс два камни дробителя которые разносили теперь финиша у шамана вообще нет только жажда крови осталась гидон поможет нам зачистить этот стол однозначно нужно убирать максимум не будет гидона играть а может быть у нас найман гораздо более внимательны нежели мы и он помнит что у него в колоде осталось может у него в колоде осталось что-то как раз найти великана великана это очень сильно и два тотема мы убираем с доски на следующий ход мы должны заканчивать эту игру так там будет рыцарь громового утеса он усилит два тотема в принципе не страшно а вот молния тоже особо не пугает 16 хп суммарно 15 плюс единичка брони но здесь должен уже у нас побеждать найман за счет распама стола барон гидон две единицы урона плюс два звериных нистовство еще восьмерка и плюс стол да это победа для наймана и это три три не торопимся не торопимся хорошо ну налетал здесь нет 17 урона может внести провокация неудачно здесь встала ну два звериных восемь плюс удар шестнадцать барон гидон озарение обилка и это победа с озарением гидона за 6 ставит вот же он летал я думаю где он там находит летал молодец найман в отличии от меня он летал не проморгал найман это как бы это парень действительно ну что же 3-3 3-3 вот она завязочка друзья мы посмотрим за седьмой решающей партии здесь найману будет непросто у него остается темпо маг которого он наверное уже ненавидит потому что сегодня 3 игры ему проиграл не самая стабильная да именно так 0-3 темпо маг хотя казалось бы казалось бы с друидом все было великолепно в принципе изначально этот матчап хорош и старт был что нужно но не пошло дальше теперь темпо магом нужно обыгрывать мидрен шамана сделать это будет тяжело но посмотрим возможно возможно Оля знает какой-то секрет как же нужно проходить шаманов идеальный заход ну с идеальным заходом можно обтягаться посмотрим возможно какие-то удивительные решения огромный плюс для темпо мага что если ты на раннем этапе игры хорошо пронес и таки топдэкнул что найман сегодня опять не смог сделать но в одной из партий то ты просто докидываешь урон это не друид против которого ол ин идти тяжело у которого звериное неистовство у которого портал луная поляна то есть у шамана его нет то есть кидаем урон в лицо надеемся на топдэк как делал доктор хиппи но доктор хиппи поднял но доктор хиппи поднял но посмотрим будем надеяться что все получится в любом случае уже эта серия точно точно была очень такой изнуряющая для обоих игроков интересные партии были ну и надеемся что последняя седьмая игра также нас порадует ну и у нас получается что также мнение комментаторов зрителей разделились у нас уже проигрывает лебедь свою ставку 2-4 на хамстера все остальные пока в борьбе ну зато он может ну если хамстер победит то хотя бы один поинт получит да хотя бы один поинт получит но два уже точно нет два сто процентов нет ну поживем увидим опять же ставки это фан некий главное слушай ну на самом деле великолепный фан я тебе вот ну мотивирует ну опять же знаешь такие маленькие фишки соревновательные они безусловно ну только в плюс играют и вот эти паки которые Blizzard ну казалось бы там один-два пака там ну как бы это реально мотивирует людей следить за ходом чемпионата болеть за своих фаворитов это очень здорово равно как и прогноз конкурс прогнозистов это тоже тоже очень здорово я думаю что на следующем турнире каком-нибудь мы сделаем это уже такой привычной отработанной схемой чтобы это было отлажено потому что призы какие-нибудь для зрителей я с радостью поддержу просто сейчас это все очень импульсивно так появилось мы импульсивно эту идею приняли в разработку поэтому мне удалось как-то ее хорошо продумать и сделать ее очень такой логичной и удобной но в дальнейшем обязательно придумаем как это все реализовать чтобы было интересно вам нам и действительно может быть какие-то призы даже будут но опять же мы подходим к седьмой решающей игре Hearthstone World Championship матч на вылет Найман представитель Казахстана сыграет против представителя Китая Хамстера одна партия победитель сохраняет шансы выход в плей-офф проигравший покидает турнир и матч стартует прямо сейчас о боже мой это туннельный трог и тотемный голем в руке у Хамстера в свою очередь для Наймана тоже все неплохо он выигрывает монетку монозмей на руках болтливая книга две двойки но еще когти это совсем goldfish старт идеальный для шамана но рано рано пока говорить учитывая что у нас у Наймана в колонне есть один флэмстрайк есть возможность достать флэмстрайк с болтливой книги плюс есть возможность с фолианта достать флэмстрайк один флэмстрайк может вернуть мага в игру тотемный голем который прокачивает туннельного трога алимор дала у нас болтливая книжка ну неплохо отличное заклинание на контроль лейтсуществ ну может быть что-то подешевле под я даже не знаю что-то подешевле под поджигателя было бы интереснее ну не самый плохой спел это уж точно монозмей забирает фенельного трога портал водоворот защищает стул голодный краб краб это топчик здесь нужно что-то на силу магии культистка возможно даже была бы неплохой здесь чтобы забрать тотемного голема как играем прокидывать факел непонятно заберешь не заберешь ученица шародея ледяная стрела морозит тотемного голема и даже чародейскую вспышку отдается чтобы убить краба чтобы краб плюс когти не забирали ученицу ну или краб под опаляющим тотемом чтобы также не забирал как вариант молния молния духи дикого волка захватывает стол уже плотно так шаман поджигатель пинговать тотемного голема но мы больше в этот ход ничего не делаем не хватает выжившие ученицы было бы идеально с интеллектом и обилкой но ученица погибла но голема то забирать нужно нельзя его оставлять не дай бог получишь тотемный хилл и все таки все таки да найман решает что очень пассивно просто прожимать обилку поэтому играется добор только не тотем исцеления и это тотем исцеления для хамстера найману 1 к 4 был шанс на нужный тотем теперь просто пингом мы не забираем что же делать может быть подкопить заклинание под поджигателем ну даже не знаю скорее все таки нужно уже нужно чистить скорее всего будет отдавать забытый факел и ледяную стрелу для того чтобы убить тотемного голема и одного из духов волка ну выглядит логично отыгрывать лазурку слишком пассивно легко все это разменивается особенно если будет флейм тотем флейм тотем молнии еще одна поэтому лучше сейчас зачистить через факел и ледяную стрелу ты конечно скидываешь урон ты скидываешь возможность покрутить поджигателя думает хамстер что лучше лазурный дракон или тотем прилива маны плюс опять же прожимаем обилку тогда в этот ход у хамстера все отлично у него есть возможность сыграть лазурку взять когти потом поставить еще одного лазурного дракона то есть добрать еще одну карту при этом за счет когтей он начинает рашить и тут уже на пятый ход у темпа мага 15 единиц здоровья остается но темпу маг сегодня явно мне кажется что плохо выглядит мягко говоря плохо не завозит а даже там где были неплохие старты потом продолжение или наоборот когда тебе не заходило подвозит хорошо твоему оппоненту подвозит еще лучше ну такое тоже бывает то есть вроде когда мы видели матч найман играл на темпу маге хамстер играл на друиде у темпу мага была хорошая рука но у хамстера она была лучше то есть он смог противостоять я бы поспорил там просто в определенный момент он сумел переломить ход событий в миггейме но это уже история ну а здесь как-то нужно срочно что-то придумывать иначе иначе есть поджигатель культистка мислы хороший разлет идеальный разлет тебе необходим он отлично идеально возможно еще одна вспышка или стрелы были бы получше заклинание которые наносят урон но зеркальные провокации три стрелы летят в стол нужны идеальное попадание убрать тотем приливоманы хотя бы уже нет выживает тотем здесь есть лазурный дракон портал водоворот просто не строят шансы еще и молния окей здесь еще есть шанс найману поднять волну огня есть она у него в колоде есть шанс ее поднять ну даешь волну 4-3 ну попытаемся сыграть через обилку и полиморф ну да наверное на ну а что тогда поделку куда в воду доктора превращение давать на дракона чет прижим еще один ход выживает вроде как найман а здесь у нас тотем языка пламени но в этот ход не убивает только если ролится тотем гнева воздух тогда один четырем мы залетали оппонента молнии и это победа хамстера 4-3 найман к сожалению покидает турнир он показал хорошую игру было фееричное начало в этой серии классная игра на огонь одна из лучших партий в целом на этом турнире но дальше темпомаг не оставил шансов для наймана увы но европа вновь теряет бойца друзья уже вслед за тайсом